Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего. 1 октября день Ариадны, Арины, Ирины. Она была рабою и отказалась идти в языческое капище. За это ее били без всякой жалости. Долго морили голодом, принуждая отречься от Христа. Наконец отпустили. Потом передумали и послали погоню. Видя за собой погоню, Ариадна подошла к скале и стала молить Бога, чтобы он избал ее из рук врагов. Сейчас по божественному повелению скала раскрылась на две половины. Света вошла внутрь камня и половины скалы вновь соединились. Октябрь месяц. Приметы и особенности октября. Месяц ненасти. Начало семейного счастья. Говорит об октябре народная пословица. Сегодня начинали собирать шиповник. При этом полагали, что самый полезный шиповник тот, который собран на Арину. Наши предки использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника отвар и настой, который применяли для укрепления здоровья. Даже валили кисели, варенье. Из шиповника получался вкусный и полезный мармелад, повидло. Журавли улетали в теплые края. Люди, видя журавлини клин, кричали вслед. «Колесом дорога!» Наши предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлёт предвещает холода. Вот так они старались продлить тёплые деньки. Продолжались девичьи посиделки с заготовкой капуст. Приметы. Если на Арину журавли полетели, то на Покрова 14 октября надо ждать первого мороза. Если не видно в этот день журавлиного клина, раньше Артемьева дня, это 2 ноября, не ударит ни один мороз. Какой будет погода сегодня, такой она будет и 1 апреля. Птицы с отлётом не спешат, скорее всего, зима придёт не скоро. Если берёза ещё не потеряла своих листьев, снег будет не скоро. Геннадий Петрович, а Вы скажите, сколько вот этот вот хэй, который заболел почками, да, и который открыл нам хунзу народ, да, он сколько весил? 41 год он весил 25 килограммов. Это говорит о том, что настолько его организм уже истощился в борьбе с болезнью, что он уже был на грани жизни и смерти. А когда он уже начал есть так же, как и люди народа хунза, он набрал вес 60 килограммов. Нормальный вес? И важно, когда человек питается естественной пищей, у него срабатывают такие механизмы в организме, что они препятствуют чрезмерному набору веса. Потому что мы в основном едим ту пищу, которая нам не свойственна, а потом мы удивляемся, а почему вот такие? Да. Поэтому Говард Хэй, коренным образом перестроил своё питание, стал есть лишь то, что приемлемо для человека. Он употреблял продукты только в естественном виде, в небольшом количестве. И те продукты... Самое интересное, знаете, что вообще у нас произошло сейчас с продуктами? Для жизнедеятельности нам нужны определенные продукты, и особо не видоизмененные. Но продукты несут, он говорит, вкусовые ощущения, и, как бы сказать, можно с помощью продуктов себя разбаловать. Можно. И поэтому сейчас кулинария, сейчас пищевая промышленность пошла по пути, он говорит, вот потакание извращенным вкусом человека. Вафли вы там ели, пирожные ели, кофе там пьете с сахаром и так далее, и так далее. И что получается... Геннадий Петрович, ну как вафли? Это было страшно сказать, в каком году. А вы что, не ели вафли в детстве? Ел. А печенье? И печенье, да, ел. А сейчас стараюсь как можно реже, только при большой необходимости съесть. А вы какие в детстве любили... Вообще, что вы любили в детстве из еды? У вас были какие-то капризы или отдельные вкусы? Ой, детство было, конечно, не такое богатое, как сейчас, поэтому семья рабочая была, и в основном это... Ну что ли, любили там картошку, селедку, действительно. Вот такое мясо изредка там было. А, ну это хорошо, кстати, что мясо изредка было. Так вот хей, как он говорит, он с 25 килограмм поправился не до 60, а до 80. А, до 80. И стал себя чувствовать свежее и работоспособнее, чем в молодости. Вот что значит правильное питание. Он полностью выздоровел, хотя медицинские светила его времени считали, что он обречен на верную смерть. Впоследствии хей, с помощью разработанной им методики питания на основе диеты, он закутал, вот, ну и привлечением других оздоровительных средств, лечил тысячи тяжело больных людей самых различных болезней. Так, хочу показать, как это выглядит. Ну, прекрасные как раз такие. Ну, мы в демонстрационном виде делали, да. Мы сегодня-то и съедим, а так их можно как пельмени наделать, наделать, и на какой-нибудь, допустим, там, праздник детский. Да даже на взрослые. Я вам скажу, что вот в случае, допустим, моего дня рождения, у меня такой десерт, я считаю, что я правильно живу. Танюшу мы поздравляем с днем рождения, она ведь и стоит за кухонным столом, но тем не менее мы... Спасибо большое. И с удовольствием съедим ее. А попробуйте сладкую. Какая сладкая? А вот с медом. Ага, с медом. Да, да, да. Кстати, она и с медом, и без меда будет немножечко сладенькая. Сладенькая, да? Я очень рада, что я провожу этот день с вами, друзья. Честное, взрослое слово. Ну как? Отлично. Может, постоять еще надо им чуть-чуть в холоде? Пускай немножечко постоит. Питаются, да? Постоит, да, питается. Сок слекольный еще подсохнет и будет вообще великолепно. Итак, мы с вами разобрали питание хун закутал. Немножечко разобрали. Что его надо применять в своей практике, и те люди, которые действительно его применяют, могут жить не отдельной семьей, а целым временем. Без болезней, долго и хорошо. Чего и мы вам желаем. 2 октября, день Трофима и Зосима. Трофим с Саватием стали просить Господа образумить людей, которые пришли на языческий праздник. За это их схватили, подвергли пыткам и казнили. Зосима жил в пустыне с дикими зверями. Однажды его повстречал правитель и решил узнать, как ему удается укращать животных. Зосим сказал, что в этом ему помогает вера в истинного Бога. Тогда Зосиму предали различным мучениям. Спас его большой лев. С этого дня начинались Трофимовские вечеринки, на которых девушки выбирали себе женихов, а ребята – невест. Парни приходили с медом и угощали им приглянувшихся девушек. Верили в то, что святой Трофим помогает женихам и невестам найти друг друга. Девушки могли гадать в этот день насуженного и думали, «Если пристально посмотреть в глаза понравившемуся парню, то он тебя полюбит». Сегодня почитали пчел, которые давали мед и воск. Мед ели, а из воска делали свечи. Говорили, что пчелы не жали от праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. Святого Зосиму считали заступником пчел. Сегодня ему молились, чтобы пчелы были живы и здоровы, а меда было в достатке. Начинали сбор меда, а улья убирали на зимовку. Молились и святому Трофиму, так как верили, что он дружит с медведем и поможет получать мед. Сегодня был распространен обычай печь блины и оладьи, которыми угощали близких. Ели их с медом. Верили, что если съесть ложку меда и запить ее водой, то от всех болезней излечишься. И даже в следующем году хвори будут обходить этого человека стороной. Приметы. Если сегодня листья с деревьев опадают, пора убирать ульи. Сегодня надо угощать медом нищего, тогда год счастливым будет. Если пчелы леток плотно облепляют воском, зима будет лютой. Если сегодня дует южный ветер, это к урожаю озимых. Сегодня у нас в гостях телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте, Геннадий Петрович, рада вас видеть. И мы с Танюшей сделаем один из целебнейших завтраков такого удивительного врача, швейцарского врача Бирхера Беннера. Он швейцарец был, да? Да, он был швейцарец. Я часто от вас про Беннера слышала. И, кстати, почему я на него так часто ссылаюсь, дело в том, что он оказался современным основоположником целебного питания. Разработал целую систему. Более того, внедрил ее в санаторий. И более того, знаете, я, когда его читал книжку, эта книжка была с печатью, которая указывала, что она из царской библиотеки. То есть цари интересовались, наш Николай II интересовался этой книжечкой, а как там питаться? Так, чтобы жить дома и красиво. То есть этот Беннер был явлением такое в медицине, в питании, в культуре? Вот именно, да. Это оказалось так, как он жил на рубеже 19-20 веков. Он, значит, интересовался последними достижениями науки, техники и так далее, и так далее. И вот он, в частности, для себя установил и потом опроверг многие предположения, которые бытовали. То есть он опровергнул естественную историю ценностей продуктов, основанную на калорийности и содержании белка. Это как? Он установил. Да. Калорийность. Говорят, что в то время бытовало такое мнение, кстати, оно и до сих пор быть, что калорийность, вернее, ценность продукта оценивается за счет того, что мы берем какой-то продукт, съедаем, и он дает столько-то белка. Вернее, столько-то калорий. А, ценность пищи, исходя из количества калорий в конкретном блюде. Вот что являлось основным критерием. И второе, и сейчас является, это сколько тут белка полноценного, неполноценного. А, ну то, что пишут, белка столько-то углеводов, столько-то. Вот, 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 вот. На самом деле, на самом деле он, значит, подошел к этому явлению, к исцелению пищи следующим образом. А сколько здесь энергии, которая аккумулировала растение от солнца. Аккумулировала, то есть взяло. Да. То есть здесь солнечная энергия. Да. И он назвал пищу, которая, растительная пища, свежая, причем растительная пища, аккумуляторы первого рода. Это растения, значит, ну какие растения, овощи, фрукты, в самом свежем виде. Орехи. Орехи, действительно. Семечки, да? Орехи, молоко, значит, которым кормят, значит, ну, детей, то есть свежайшее молоко. Ага. Вот этого аккумулятора первого рода, оно дает наибольшую пищевую ценность, согласно... Человеку, да? Да. И способствует того, что с помощью этих продуктов человек лучше в своем сердце чувствует и исцеляется. Аккумуляторы второго рода, это, допустим, те же растения, но вареные. Потенциал солнечной энергии уже у них ниже. Но остался. Конечно, остался, но ниже. Вот эти продукты он уже рекомендовал использовать как, ну, не так часто, но тем не менее использует. И, наконец-таки, аккумуляторами третьего рода, это являются животные продукты, консервы, солонины и прочее, прочее. То, что прошло термическую обработку и рафинировано. Оно уже представляет наиболее, наименьшую, вернее, ценность. И он сделал еще очень интересный вывод, который, который как раз справедлив по сей день. Оказывается, для того, чтобы насытиться пищей, нам необходимо использовать вот эти вот продукты, аккумуляторы первого рода, которые не изменены. Они содержат и энергии больше, и они содержат такие вещества, которые регулируют потребление и насыщение пищи. 3 октября. День Евстафия. Жил в Риме воевода по имени Плакида. Что значит кроткий? Происходил из знатного рода, вел праведную жизнь, хотя и был язычник. А на врагов одно имя Плакиды наводило страх. Однажды, во время охоты, он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя. Это настолько его поразило, что он решил принять христианство. После этого крестились два сына, и Евстафия, и супруга. Потом в стране вернулось язычество, и за отказ приносить жертву богам его убили. В народе сегодняшний день называли днем Астафия ветряка, поэтому отмечали праздник мельников, поскольку в этот день всегда дул сильный ветер, а ветряные мельницы работали на ветре. В народном сознании мельник является человеком необычным. Многие считали, что он обладает сверхъестественными силами, либо связан с нечистой силой. И все потому, что очень сложно самостоятельно построить мельницу и перемалывать зерно. Если же мельница водяная, то думали, что мельник приносит водяному человеческую жертву, чтобы тот помогал ему. Для этого мельник толкал бедолагу под мельничное колесо. Потом мельник ежегодно напоминал водяному о принесенной жертве, наливая в воду водки и бросая туда хлеб. Поэтому в народе и приговаривали, что из омута в пекло рукой подать. Никаких молебнов на мельнице никогда не проводят. Близи мельницы стараются не ходить понапрасну, опасаются женщины с собакой, поскольку такой облик принимает нечистая сила. Все эти верования подкреплялись различными байками. Мол, водяной гостит у мельника, а русалки под мельничным колесом моют волосы. Еще больше боялись разрушенной или заброшенной мельницы. Народина считалась гиблым местом, в котором можно было пропасть без вести. Сегодня было принято рубить капусту, которую считали наиболее вкусной. Приметы. Если сегодня северный ветер дует, это холода. Если ветер дует с южной стороны, это к теплу. Западный ветер к дождям, а восточный к сильным ливням. Паутина сегодня летает и туман стоит, осень будет теплой и продолжительной. Если шишек больше вверху, то холодным будет конец зимы. Дело в том, что современную науку, диетологию двигали, конечно, врачи, которые изучали науку. И получалось так, что они сами болели. И так получилось с Говардом Хэм, это американским врачом, который еще в 19 веке заболел. 41-й год ему исполнился, и он заболел. Гломеролонефрит с высоким кровяным давлением. Обратился, естественно, к своим коллегам-врачам. И они ему сказали, слушай, а ты знаешь, ты боли неизлечима. И поэтому мы ничего не можем тебе сделать. И вот тогда он начал, естественно, искать умирательных путей. И нашел доклад другого ученого, британского врача, полковника Мак Гаррисона, который рассказывал о народе Хунза. И вот этот народ, откуда он взялся? Это, значит, где-то в Пакистане. Имеется такая долина, в которой особый климат, и там ничего не растет. В основном только абрикосы, вот говорят, овцы там очень маленькие. То есть коровы там как овцы, там что-то там. А овцы как собаки? А овцы там еще как кошки. Ну, очень бедные. Они живут бедно. Значит, питания особо никакого нет. Рацион, ну, как бы мало разнообразный. И в основном абрикосы, что самое интересное. И там существует такая пословица, что, значит, женщина из народа Хунза не пойдет туда за милым своим. Где нет абрикосов. То есть одно это у них из таких блюд, это, значит, вот, будем говорить, питание там абрикосами, сушеным и так далее, и так далее. Значит, живут они там в проголодь. Практически мало чем болеют. В основном они у костра там бывают, и то глаза у них там слезятся от дыма, то еще. И якобы, якобы, значит, там говорится, что они живут до 120 лет, а женщины до 90 лет еще кормят... Грудью? Да, грудью. Ну, вот, примерно, смотрите, описывается так, что 32-тысячное население этого рая не знает болезни, средняя предложительность 120 лет. Вот, значит, они вегетарианты. Может быть, так оно и было в 19 веке? Ну, может быть, может быть. Сырыми фруктами, овощами, там, зимой высушенными, значит, на солнце абрикосами и пророщенными зернами и брызами. И мы сейчас как раз... Да, сделаем этот фарш. 4 октября. День Кодрата. Сегодня почитается память святого апостола Кодрата, одного из 70 апостолов. Он проповедовал Слово Божие среди язычников, был в сане епископа. Согласно преданию, он уничтожил идольские жертвы, разрушил идолов и свою молитву разорил бесовские храмы. Многих людей обратил в христианство. Это вызвало ненависть со стороны язычников. Они пытались побить Кодрата камнями. Потом в темнице долго морили голодом. Умер он после долгих мучений. Сегодняшний день именует Днем Кодрата и Днем Матвея. Наши предки сегодня читали заговоры, исполняли обряды, которые способствовали плодородию на будущий год. Сегодня обязательно работали, так как только труд сулит благополучие и прибыль. Как это верно и по сей день. Так как погода становилась холоднее, то с вечера топили авины. Авин – хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молодьбой. Постройка состояла из ямы, где располагалась печь без трубы, а также из верхнего яруса, куда складывались снопы. Жар проходил через решетку и подсушивал снопы. Работников сегодня угощали овсяной кашей и напутствовали. Молотильщикам – каши горшок, а хозяину – хлеба ворошок. Наши предки верили, что в нижней половине под авином живет особый дух – авинник. Его надо было уважать, чтобы он не устроил пожара. Авинник заботился о том, чтобы авинь не топили в праздники, ветреные и неурожайные дни. Авинник появлялся перед пожаром, принимал образ черного кота или человека с всклокоченными черными волосами. Приметы. И если погода сегодня солнечная и теплая, а ветер дует с северо-востока или с севера, зима будет холодной. Какая погода сегодня, так она продержится еще 4 недели. И если сегодня резко похолодало, зима уже близко. И если днем холодно, а ночью становится теплее, это к ненастью. Так, включаем. И пошло у нас. Делаем фарш из проросшей пшеницы. О, пошло. Хороший фарт получается. Да. Смотрите, как вы ее прорастили. Специально оставила один отросточек. Вот аж 4 усика, и они где-то по 2 сантиметра уже. Это еще лучше или хуже, когда маленький отросточек? Вот объясните. Вот смотри. Мы с тобой как раз, помнишь, как-то рассказывали о пяти первоэлементах, из которых начинает строиться мир. И вот смотри, ты как раз сказала, вот смотри, зерно, да? Вот он один отросточек, вот он второй отросточек, вот он третий отросточек, вот он четвертый отросточек, и вот он пятый. Да. А почему нет шестого, а почему нет четвертого? Но еще не выросли. А помнишь, я тебе рассказывал о том, как строится пространство? Пространство строится с позиции пяти первоэлементов. Значит, в середине зерно, в середине зерно, да? И оно дает отросточек раз, два, три, четыре. То есть закономерно идут четыре направления. Не три, не пять, а именно четыре. Вот она как раз вот по этим вот силам и действует. То есть это прямо наглядный пример, наглядный образ сотворения мира, да? Из мелочи. И более того, да, из мелочи. И еще я вам покажу удивительную вещь. Мы с вами берем, разрезаем яблочко вот так вот. Яблочко разрезали, да? И считаем, сколько тут камер? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. А почему пять? Вот почему пять, а не шесть, а не три, а не четыре? Потому что пять элементов... Пять вот этих вот первоэлементов действует... То есть настрадка начинает строиться. Эти пять элементов... Пять первоэлементов это эфир, это воздух, это огонь, это вода и земля. Очень красиво. По индуйской терминологии. Хорошо. У китайцев несколько там, она иная. Ну, то есть я показал почему. И поэтому вот этот как раз потенциал, который идет с пространства, вот он только начинает, он самый мощный, естественно, будет нас очень хорошо питать. Вы представляете, какая у нас получится вселенская просто клубничка. Вот он фарш. Итак, фарш из проросшенной пшеницы. И сейчас я буду лепить вот эти самые наши клубнички. Хорошо? Да? С удовольствием. Кстати, что мы еще здесь используем? Свекольный сок. Свекольный сок? Он и ароматный, и масло там есть. Дело в том, что сахар, конечно, толку ничего не давал, кроме того вкуса. А вот кунжутные семена используются, и хлеб кунжутом обсыпается, ну и ряд других продуктов. Почему? Да потому что кунжутное семя по своим свойствам, она горячая. И за счет этого улучшаются процессы пищеварения и усвоения того же хлеба, что немаловажно. Видишь, поэтому почему кунжут так уменяется. А вот это узбекские лепешки, арабские, они все с кунжутом, чтобы лучше пищеварение шло? Чтобы лучше шло пищеварение. Потому что в любое семя еще вносит свои, будем говорить, живые субстанции и делает наш продукт более целебным. 5 октября. День Ионы. Сегодня день памяти святого пророка Ионы и преподобного Ионы Пресвитера. Бог велел пророку Ионе отправиться в город для проповеди. Иона ослушался и сел на другой корабль. Началась буря. Моряки бросили жребий, чтобы выявить виновника. Жребий пал на Иону. Он понял свою вину и попросил бросить его в воду. В море его поглотил кит, с череви которого проповедник пробыл три дня и три ночи, беспрестанно молясь. Затем он был выброшен на берег и спасен. Наши предки считали, что с дня Ионы начинается осень и продолжается до Рождества Христова. Так как сегодня почитали память пророка Ионы, то запрещалось ловить, есть или продавать рыбу. В народе существовало мнение, что сегодняшний день несчастливый. Обычно в это время бывают сильные ветра. А в народе считалось, что ветра могут принести порчу, болезни и нечистую силу. Чтобы ветра сильного не было, сегодня не рекомендовали сжигать старые веники, разорять муравейники, проклинать ветер, бить палкой или хлыстом по земле. Сегодня почитают и память мученика Фоки Садовника. Его считают покровителем моряков, которые не раз молились ему о помощи и получали спасение. Сегодня заканчивали убирать редьку и готовили из нее разные блюда. Приметы. Если на Иона еще листья на березе висят, знать, снег на Землю поздно ляжет. Если на Иону вокруг Луны круг, то есть голло такое, а в том круге блещут звезды, это к непогоде. Если сегодня на еле или сосне мало шишек в теплой зиме. Геннадий Петрович, ну раз мы уже затронули такие космические вопросы, мне вот интересно, все-таки есть какой-то скрытый мотив за пределами человеческого понимания, по крайней мере моего. Почему, вот читая вашу книгу, вот на Хунзу, на эту историю, я отреагировала мгновенно. Когда вы рассказывали сейчас про абрикосы, я вспомнила свою родину, где абрикосы растут во дворах многоквартирных домов, и по ним ездят машины, и они так чпак-чпак-чпак на асфальте. Ну то есть, и абрикосы здесь в Москве, да, на рынке. Думаю, может быть я где-то когда-нибудь была хумной. Ну, почему нам одно нравится, а другое мы пропускаем мимо. Ну, как вот люди говорят, ну вот химия есть, вот что это такое, это интуиция, или что, вот почему, один материал нравится. Мы выросли в той среде, и когда, естественно, мы вырастали, мы употребляли ту или иную пищу, которая стала частью нашего организма. И, естественно, вибрации этой пищи созвучны теперь, вот, говорит, с нашим телом. И нам хочется вот того, что было в детстве, как бы подпитаться и укрепиться за счет этого. Это немаловажно. И вот, кстати, если продолжить о Хунза, значит, шотландский врач Мак Гаррисон, жил он в непосредственной облизи от долины Хунза в течение 14 лет и наблюдал. И изучал, наблюдал. Да. И вот он говорит, что основным фактором доллити этого народа является питание. Ну, еще немножечко, конечно, будет и горный климат действовать, но непосредственно, что вот это питание. И самое интересное, что, вернувшись после того, как он исследовал и изучал народность Хунзу, он решил дома в Англии поставить интересный эксперимент на большом количестве животных. В Англии? Да, в Англии. Одних из них он питал обычной пищей лондонской рабочей семьи. Это белый хлеб, сель, сахар, рафина, консервированные вареные овощи. И что вышло? В итоге группа, большая группа этих животных, стала болеть различными человеческими болезнями. А вот те животные, которые находились на детях Хунза, на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми. Слушайте, ну это действительно научные подходы. Что научные подходы? Это эксперимент, наблюдение. И статистика. Статистика, да, пожалуйста. Одно дело, вот я там вегетарианец, допустим, а ты там сыроед, а еще кто-то там, допустим, как вот это там, солнцеед. Я говорю, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Но когда это делается в массовом порядке, и статистика неумолимо говорит, кушаете вот эту пищу, заболели человеческими заболеваниями. Кушаете, значит, другую совершенно пищу, вы, наоборот, выздоровели. И как раз Уэльям Хэй, он изменил свое питание, выздоровел, и в итоге диета, в которой меньше, особенно белка животного, действует очень хорошо на почке. Почему на почке? А потому что почки в основном у нас выводят распад белков. Они там мочевину вводят и так далее. И если человек постоянно переедает мясо, особенно много употребляет соли, то это идет большая нагрузка на почки. И как только мы начинаем облегчать работу почек, у них появляется возможность восстановиться, что и произошло. 6 октября, день Иоанна. Слово на зачатие пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Многие матери зачинают детей, но мало кого прославляют. И известны только три матери, в очереди которых совершившиеся зачатия стали предметом удивления. Праведная Анна, святая Елисавета и предчистая Дева Мария. Анна зачила Богородицу, Елисавета – предтечу, а Дева Мария – Христа. Все зачатия были возвещены ангелам, совершились по благодати Божией и по просьбе самих родителей. Считалось, что сегодня надо обязательно утеплить и протопить избу, заготовить дрова на зиму. Тогда зиму будет проще выдержать. Сегодня выпекали на левушке, варили картофель, толкли его в пюре, сдабривали молоком и яйцами. Наливали эту смесь на приготовленную заранее ржаную лепешку. Края лепешки аккуратно заворачивали и выпекали на левушке в печи. У наших предков была такая предмета. Если человека постигла неудача, то его называли бедолагой и старались держаться от него подальше, чтобы самим не заразиться. Интересно подмечено как. Говорили, что свои беды пересчитывать нельзя. Сколько насчитаешь, а это считается, что накличешь бед, столько их придет вновь. То есть то, что было, отбросьте и больше об этом не вспоминайте. Вперед и только вперед. Приметы. Если сегодня мало грибов и много орехов, к суровой зиме. Если сегодня слышны крики гусей, летящих очень высоко на юг, к скорой и лютой зиме. Если сегодня луна в кругу, это к засушливому лету. Я из фарша лепила, я на вкус попробовала, мне показалось, мало сахара. Все-таки же десерт. И я добавила меда. Вот тоже такой эксперимент. Но в любом случае, с медом или без, вот эту фигурку... Ой. Надо одеть. Я надену, да. Я приготовила специальную перчатку. Потому что это очень мощный такой. Конечно, да. Он пасит серьезно. Все. И вот я его опускаю в свекольный сок. Вот она прям уже на клубничку похожа. Это как раз конфетки для детей можно делать. Да. Дальше вот кунжутик. Обмакиваем. Обмакиваем. Все. Поставили. Действительно похоже на клубничку. Понимаете, клубничка. Она потом застынет вот чуть-чуть. Здесь даже в холодильник не надо. Почему ставили тогда в холодильник? Потому что эти вафли, ну, их надо захолодить, чтобы они форму держали. А у нас проросшее зерно прекрасно держит форму. Так что я думаю, без холодильника, вот и все ушло. Вот латнуло. Наверное, будет вкусно. Это получается очень полезная сладость для питания детей, пожилых людей. Так и для диетического питания. Здесь у нас все прекрасно сочетается. Во время прорастания крахмал зерна превращается в солодовый сахар. И мы тут имеем дело уже с такими углеводами. Не с крахмалами, а с углеводами. Семена позволяют всему этому лучше перевариваться. Быть такими тепленькими наш организм. И что еще немаловажно, сок, он тоже, свекольный сок, будет действовать по-своему благоприятно. А именно, он будет улучшать наше кроветворение. Кстати, ежедневная пища хунза – это лепешки и супы из цельного хлебного зерна, овощей и фруктов. Цельное зерно, как раз мы с вами показали не просто цельное зерно, а прозоршее цельное зерно, которое еще более ценное, нежели там обычное. Геннадий Петрович, а вы скажите, сколько вот этот вот хей, который заболел почками, да, и который открыл нам хунзу, народ, да, он сколько весил? 41 год он весил 25 килограммов. Это говорит о том, что настолько его организм уже истощился в борьбе с болезнью, что он уже был на грани жизни и смерти. А когда он уже начал есть так же, как и люди народа хунза, он набрал вес 60 килограммов. Нормальный вес? И важно, когда человек питается естественной пищей, у него срабатывают такие механизмы в организме, что они препятствуют чрезмерному набору веса. Потому что мы в основном едим ту пищу, которая нам не свойственна, а потом мы удивляемся, а почему вот так? Поэтому Говард Хей, коренным образом перестроил свое питание, стал есть лишь то, что приемлемо для человека. Он употреблял продукты только в естественном виде, в небольшом количестве. 7 октября, день Феклы, назван в честь святой первомученицы, равноапостольной Феклы. Ей было 18 лет, из рода знатного и славного. Была обручена знатным и красивым юношем в городе. Апостол Павел сказал ей, что отраковица, хранящая ради любви ко Христу свое девство, подобно ангелам, она невеста Христу, а Христос есть ее жених, вводящий ее в чертог свой небесный. Фекла отказалась от жениха. Ее попытались обесчестить, но по ее молитве скала раступилась и поглотила ее. В народе этот день называют днем Феклы-Заревницы. И все потому, что сегодня начинают выжигать сорную траву, отчего зори становятся багряными. Крестьяне сейчас топили печь для просушки снопу. Сушить хлеб дело сложное, и им занимались самые опытные мужчины. Затем начинали молотить хлеб. И начинали это делать с зажинного, то есть первого снопа, который летом после уборки урожая ставили в углу избы. Из него выпекали хлеб, который делили на всех членов семьи. Полагали, что так все члены семьи приобщаются к священной пище, которая дает достаток и благополучие. Сегодня молодые девушки гадали на свое будущее. Ночью в открытое окно просовывали руку с пирожком. Если его никто не заберет, весь следующий год будешь в девках ходить. Если пирожок возьмет холодная рука, брак будет плохим. Теплая и мягкая ладонь предвещает удачное замужество. Также верили, что фекла способствует счастливому браку, а поэтому частенько на сегодня назначали свадьбы. Сегодня отправлялись на последний сбор грибов-боровиков в этом году. Обязательно осеняли себя крестным знамением, так как верили, что с приходом холодов нечистая сила беснуется и леший может утащить в лес. Детям ходить за грибами запрещалось. Приметы. Сегодня обязательно пряли, чтобы была удача в домашних делах. Сегодняшний гром предвещает мягкую зиму. Если солнце сегодня светит ярко и восходит быстро, к перемене погоды. И те продукты. Самое интересное, знаете, что вообще у нас произошло сейчас с продуктами? Для жизнедеятельности нам нужны определенные продукты, особо не видоизмененные. Но продукты несут вкусовые ощущения. И как бы сказать, можно с помощью продуктов себя разбаловать. Можно. И поэтому сейчас кулинария, сейчас пищевая промышленность пошла по пути. Он говорит, вот потакание извращенным вкусом человека. Вафли вы там ели, пирожные ели, кофе там пьете с сахаром и так далее, и так далее. И что получается? Ну как вафли это было? Страшно сказать, в каком году. А вы что, не ели вафли в детстве? Ел. А печенье? И печенье, да, ел. А сейчас стараюсь как можно реже, только при большой необходимости съесть. А вы какие в детстве любили, вообще что вы любили в детстве из еды? У вас были какие-то капризы или отдельные вкусы? Ой, детство было, конечно, не такое богатое, как сейчас, поэтому семья рабочая была. И в основном это, ну что ли, любили там картошку, селедку, действительно. Вот такое мясо изредка там было. А, ну это хорошо, кстати, что мясо изредка было. Так вот хей, как он говорит, вон с 25 килограмм поправился не до 60, а до 80. А, до 80. И стал себя чувствовать свежее, работоспособнее, чем в молодости. Вот что значит правильное питание. Он полностью выздоровел, хотя медицинские светила его времени считали, что он обречен на верную смерть. Впоследствии хей, с помощью разработанной им методики питания на основе диеты хунзакутов, ну и привлечением других оздоровительных средств, лечил тысячи тяжело больных людей самых различных болезней. Так, хочу показать, как это выглядит. Ну, прекрасные как раз такие. Ну, мы в демонстрационном виде делали, да. Мы сегодня-то и съедим, а так их можно как пельмени наделать, наделать, и на какой-нибудь, допустим, там праздник детский. Да даже на взрослые. Я вам скажу, что вот в случае, допустим, моего дня рождения, у меня такой десерт, я считаю, что я правильно живу. Танюшу мы поздравляем с днем рождения, она ведь и стоит за кухонным столом, но тем не менее мы... Спасибо большое. И с удовольствием съедим ее. А попробуйте сладкую. Какая сладкая? А вот с медом. Ага, с медом. Да, да, да. Кстати, она и с медом, и без меда будет немножечко сладенькая. Сладенькая, да? Я очень рада, что я провожу этот день с вами, друзья. Честное, взрослое слово. Ну как? Отлично. Может, постоять еще надо им чуть-чуть в холоде? Пускай немножечко постоит. Питаются, да? Постоит, да, питается. Сок свекольный еще подсохнет и будет вообще великолепно. Итак, мы с вами разобрали питание хун закутал. Немножечко разобрали, что его надо применять в своей практике. И те люди, которые действительно его применяют, могут жить не отдельной семьей, а целым временем. Без болезней, долго, ну, хорошо. Чего и мы вам желаем. 8 октября, День Сергия. Сегодня почитают память преподобного Сергия Родонежского, величайшего защитника русской земли. Он сделал много дел, защитил на Куликовом поле земли русские от татар, обосновал обитель, преобразованную впоследствии в Троице Сергиеву Лавру. В своей жизни он совершил большое количество чудес. Однажды Сергий воскресил умершего мальчика, помирил враждующих между собой князей, которые признали старшим Дмитрия Донского, героя Куликовской битвы. На Сергея Родонежского был распространен обычай рубить капусту, забивать птиц для продажи. Народец Сергии считали покровителем кур. В старину куриный бульон был одним из доступных и эффективных лекарств, которое укрепляло силы человека. Сегодня выпекали хлебные лепешки на капустном листе. А перед тем, как отправить их в печь, просили благополучия на зиму. Первый пирожок закапывали еще теплым на грядке, где росла капуста. Считали, что это курожаю. Приметы. Если сегодня выпал первый снег, зима наступит на Михайлов день. Это 21 ноября. Если первый снег сухой, значит лето будет мягким и теплым. Хорошая погода сегодня говорит о том, что такой будет еще в течение трех недель. Какой день сегодня, таким он будет и 8 апреля. Если сегодня дует южный ветер, зима будет теплой, западный снежный, а северный холодный. Если с Сергия начинается зима, то с Матрёны зимний, это 22 ноября, зима установится с морозами и метелями. Доброе здоровьица. Сегодня у нас в гостях телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Рада вас видеть. И мы с Танюшей сделаем один из целебнейших завтраков такого удивительного врача, швейцарского врача Бирхера Беннера. Он швейцарец был, да? Да, он был швейцарец. Я часто от вас про Беннера слышала. И, кстати, почему я на него так часто ссылаюсь, дело в том, что он оказался современным основоположником целебного питания. Разработал целую систему. Более того, внедрил ее в санаторий. И более того, вы знаете, я, когда его читал книжку, эта книжка была с печатью, которая указывала, что она из царской библиотеки. То есть цари интересовались, наш Николай II интересовался этой книжечкой. А как там питаться? Так, чтобы жить было и красиво. То есть этот Беннер был явлением такое в медицине, в питании, в культуре? Вот именно, да. Это оказалось так, как он жил на рубеже 19-20 веков. Он, значит, интересовался последними достижениями науки, техники и так далее. И вот он, в частности, для себя установил и потом опроверг многие предположения, которые бытовали. То есть он опровергнул естественную историю ценностей продуктов, основанную на калорийности и содержании белка. Это как? Он установил. Калорийность. Говорят, что в то время бытовало такое мнение, кстати, оно и до сих пор быт, что калорийность, вернее, ценность продукта оценится за счет того, что мы берем какой-то продукт, съедаем, и он дает столько-то белка. Вернее, столько-то калорий. А, ценность пищи, исходя из количества калорий в конкретном блюде. Вот что являлось основным критерием. И второе, и сейчас является, это сколько тут белка полноценного, неполноценного. А, ну то, что пишут, белка столько-то углеводов, столько-то. Вот, 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 вот. На самом деле, на самом деле он, значит, подошел к этому явлению, к исцелению пищи следующим образом. А сколько здесь энергии, которые аккумулировало растение от солнца? Аккумулировало, то есть взяло. Да. То есть здесь солнечная энергия. Да. И он назвал пищу, которая, растительная пища, свежая, причем растительная пища, аккумуляторы первого рода. Это растения, значит, ну какие растения, овощи, фрукты, в самом свежем виде. Орехи. Орехи, действительно. Семечки, да? Орехи, молоко, значит, которым кормят, значит, ну, детей, то есть свежайшее молоко. Ага. Вот этого аккумулятора первого рода, оно дает наибольшую пищевую ценность, согласно... Человеку, да? Да. Да. И способствует того, что с помощью этих продуктов человек лучше в своем сердце чувствует и исцеляется. Аккумуляторы второго рода, это, допустим, те же растения, но вареные. Потенциал солнечной энергии уже у них ниже. Но остался. Конечно, остался, но ниже. Вот эти продукты он уже рекомендовал использовать как, ну, не так часто, но тем не менее использует. И, наконец-таки, аккумуляторами третьего рода, это являются животные продукты, консервы, солонины и прочее, прочее. То, что прошло термическую обработку и рафинировано. Оно уже представляет наиболее, наименьшую, вернее, ценность. И он сделал еще очень интересный вывод, который, который как раз справедлив по сей день. Оказывается, для того, чтобы насытиться пищей, нам необходимо использовать вот эти вот продукты, аккумуляторы первого рода, которые не изменены. Они содержат и энергии больше, и они содержат такие вещества, которые регулируют потребление и насыщение пищи. То есть, другими словами, когда мы едим продукты, аккумуляторы первого типа, у нас рода, наш организм понимает, что он получает и говорит, спасибо, я сыт. А когда мы едим консервы, организм говорит, а я вообще не понимаю, что вы мне даете, и начинаем мы этих консервы вот так лопать, да? Вот именно. Как только пища окажется, сахар, рафинированная, содержит неправильное количество или не то соотношение минеральных веществ, Организм не разбирается и переедает, в результате чего все сейчас человечество идет к тому, что становится полными. 9 октября, день Иоанна Богослова. Апостол Иоанн был призван в ученики самим Иисусом Христом. До этого Иоанн с братом Иаковом зарабатывали на жизнь рыболовным промыслом. Иоанн оказался любимым учеником Иисуса, стал свидетелем многих евангельских событий. Ему Христос поручил заботу о своей матери Марии. Впоследствии Иоанн удалился на остров, чтобы в одиночестве работать над книгой «Апокалипсис», которая повествует не только о прошлых, но и будущих событиях. Сегодня отмечали день Иоанна Богослова. В народе его считали наставником иконописного дела и покровителем живописца. Его почитают как божьего странника, который добровольно последовал на Голгофу вслед за Христом. Поэтому Иоанну молились перед отправлением в долгое странствие. Простой народ верил, что пути дороги притягивают нечистую силу и могут быть достаточно опасными. И действительно, где как ни на дорогах обитают души, погибшие по разным причинам беспокаяния. Поэтому путнику, который оказался в дороге после захода солнца, нужно быть очень осторожным. Особенно так касается пьяных людей. Приметы. Если сегодня выпал снег, то зима установится до Михайлова дня. Это до 21 ноября. Если сегодня солнечный и теплый день, то июль может быть дождливым. Если до первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев, это к суровой зиме. Дождь со снегом сегодня в январе могут быть три оттепели. Если после длительного затишья сегодня начинает дуть сильный ветер, это к осадкам, дождю или снегу. Улетели грачи сегодня, это к снегопаду. Скорый листопад говорит о том, что зима наступит быстро. Геннадий Петрович, вот то, что вы сейчас рассказали, очень легко можно пропустить. Вроде как что-то умное, вроде как ко мне мало имеет отношения. А ведь смысл потрясающий для тех, на кого нападает жор. Ребята, на вас нападает жор, потому что вы едите то, что организму трудно посчитать. Вы ешьте продукты, аккумуляторы первого рода, и организм сам, без ваших мыслей, он где-то умнее вас, включится, чтобы сказать спасибо, я наелся. И еще одна особенность, вот так как были обнаружены бактерии, которые вот здесь вот имеются, то считалось, что надо вот все переварить, все обработать, чтобы термическая обработка убирает эти бактерии. Оказывается, вот с убиением этих вот бактерий понижается пищевая ценность. Поэтому постарайтесь больше все есть свежим и сыром. А я вот смотрите, бактерия начала счищать, потому что я иногда оставляю шкурку, а вот конкретно вот на этой морковке, мне кажется, я бы ее снесла. Давай, истинности. И, кстати, мы теперь, как я уже обещал, приготовим два блюда, которые Берхер Беннер использовал в своем санатории и лечил огромное количество различных, ну, в смысле, различных заболеваний у различных пациентов. Вот, мы будем использовать с тобой яблоки. Так, их чистить, что? Яблоки, яблоки помыты. Помыты, да. Они у нас все не чистить, потому что под шкурочкой содержится то, что нам надо. И шкурочку удаляем, наш организм перестает реагировать на насыщение. Да, да, да. И шкурки у нас есть очень много. Поэтому шкурку мы оставляем. Далее мы, значит, используем у нас... И это проросшая пшеница. Проросшая пшеничка. Да, мы заранее через мясорубку протерли, и у нас получился фарш. Вот эта проросшая пшеница является основой как одного завтрака, а как другого. Вот зрители могут увидеть. Мы специально так разложили. Вот, посмотрите. В обоих завтраках будет проросшая пшеница. Просто мы ее помяли. Ну, вот, через мясорубку. И одно блюдо это будут яблоки, мед и лимон. А другое блюдо будет, помимо пшеницы, сгущенка, морковка, чернослив, ну и тот же самый лимон. Я хочу узнать, что вкуснее. А вот мы еще какое-то блюдо с тобой будем добавлять миндальных орешков. Вот сюда, миндальные орешки. И относительно миндальных орешков я сразу вам должен сказать, что их надо особым образом приготовить. Поэтому мы с вами, смотрите, берем миндальные орешки. А взяли мы их с рынка. То есть они как бы грязноватые. С рынка взяли, грязноватые. Вот отлично. Значит, что мы с вами делаем? Мы должны вот эту шкурку снять. Но чтобы ее снять, потому что она нам здесь не нужна. А почему? Ну, она содержит такие вещества, которые защищают орешек. И ее защищать очень трудно. Поэтому для того, чтобы ее защищать, мы можем, знаете, что сделать? Просто-напросто ее замочить в кипятке примерно минут на 5. Замачиваем. И минут 5 она восстает. Хорошо, а я давайте тогда буду натирать, я так понимаю, яблоки, чтобы сделать первый вариант завтрака по бэннеру. Возьму вот такую чашку. Натерку крупную. Терочку можно использовать действительно крупную. А вы про шкурку говорили. Я вспомнила, кто-то мне подсказал. Имя забыла, но спасибо тебе, добрый человек. Вот так вот через годы вернулась в лагере, где-нибудь на природе. Ну, как-то вот без зубной щетки, если. Ешьте яблоко, но со шкуркой. И тщательно пережимывая, вы как-то чистите зубы. И очистить зубы. И более того, так как здесь содержатся фитонциды и прочие такие полезные вещества, у нас обезгораживается полосы. Так, смотрите, подержали 5 минут орешки. Теперь мы это всё сливаем. Вот так вот сливаем, 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 сливаем. Осторожненько. Опа, слили. И что получается? Они начинают чиститься очень хорошо. Смотрите, что я делаю. Раз. Да. Видите? Она как из одежды. Ух, вылезла. Вот это и надо. Вот она у нас получается. Поэтому мы с вами очищаем миндальные орешки, легко и просто. А повара Беннера тоже так делали? Я думаю, что так же делали. А где же вы нашли эту книгу с печатью царской библиотеки? Трудно сказать. Попало как-то, да? Я был знаком с Черкасовым Владимиром Георгиевичем. Это писатель. Он в своё время воевал. Мой, значит, земляк, жил там в шахтах, потом переехал, естественно, там мы тысячи под Москвой живем. И вот он собрал большую библиотеку. Эту библиотеку собрал, и я ей любезно воспользовался. И вот когда все эти ксерокопии я смотрел, там были как раз вот эти вот печати из царской библиотеки. То есть книга была ксерокопирована. И вот меня сразу удивило. Вот кто читал. Ну просто там... Так это у нас, получается, царские завтраки. Да. И, кстати, у Бюрхер Беннера в санаториях лечились только очень знатные, особые и богатые. Швейцария, да. Понятно. На воды, в горы, к Беннеру. И питание. Кстати, и сейчас там очень много различных санаториев, которые лечат с помощью питания. С помощью питания и других естественных процедур. 10 октября, день Саватия. Почитается память преподобного отца Саватия Соловецкого чудотворца. Он является основателем Соловецкого монастыря. Пострых принял в Белоозерском монастыре, но вскоре отправился на остров Валаам. Там вели более строгий образ жизни. Братья удивились смирению и терпению Саватия. Узнав о том, что недалеко в Белом море есть остров, Саватий решил отправиться туда. После смерти Саватия там стали селиться другие отшельники и образовался монастырь. Кстати, я был на Соловках. В народе сегодняшний день называют днем Саватия-пчельника. Его считают небесным покровителем пчел. Пчеловоды в этот день стараются закончить необходимое приготовление к зиме. Убирают последние ули в омшаннике. Омшанники – это утепленное помещение для зимовки пчел. Хозяйки на завтрак пекут специальное печенье с медом, которое съедали всей семьей. Детям сегодня велят помолиться преподобному Саватию. Считается, что дети в возрасте до 12 лет безгрешны. Приметы. Если сегодня погода сухая, зима поздно наступит. Гроза на Саватии – зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой. Если шишек на елях и соснах сегодня мало, зима будет мягкой. Пчелы плотно залепляют литок в холодной зиме. Облака сегодня плывут по направлению с юга на север, к ненастью и наоборот. Я в таком санатории пожила бы. Мне вообще очень нравятся блюда, которые вы в целебной кулинарии готовите. Только иногда мне лень их делать себе. Ну как лень? Ну вот сейчас в разговоре. Как-то хорошо. А вот я вот… Так как мы используем блендер, это все можно было измельчить очень быстро в блендере. Но тогда это превратилось бы как бы в напиток такой густой. А мне захотелось увидеть прям завтрак-завтрак. Ну вот завтрак-завтрак. Да, пилите, Шурочка, пилите. Ничего, ничего. Дело в том, что как раз когда идет процесс приготовления пищи, человек тратит энергию, аппетит возбуждается, и блюдо, которое мы приготовим с любовью к себе, съедим с большим удовольствием и аппетитом. Вот видите, как я все это быстренько получу. Вот. Так вообще надо без кожурки есть даже, когда вот дома ешь? Желательно без кожурки, потому что все это лежит, где-то там хранится. На поверхности различные грибки, бактерии. И когда мы с вами все это употребляем, естественно, могут быть такие расстройства, вплоть до отравлений. Поэтому желательно не скушать. Обдали кипятком, сняли вот эту кожуру и все. Ну что, у нас первый завтрак готов или нет еще? Готов. И мы сейчас будем измельчать. А, давайте. Чтоб у нас измельченные были. Смотрите, вот у нас все-таки орешков было больше. Для того, чтобы, как бы сказать, их протолкнуть, мы с вами можем, знаете, что сделать? Вот, Танюша начала делать морковочку. Ну, морковку там мы с вами тоже можем перекрутить. И мотор отвертся. Класс! Усовершенствовали метод, ну действительно. Царская печать царской печатью, а современные приборы домашней бытовой кухни никто не отменял. И смотри, что у нас получилось. Ты измельчила вручную, я это измельчил с помощью современной техники. У нас здесь уже фаршик, который содержит морковку. И... Давайте. И если их нет, у нас получится великолепная паста. А вам кажется, вот такого объема одного яблока для рецептуры достаточно, да? Можно использовать от одного до трех яблок, не более. И потом, смотрите, горсточку миндаля мы с вами использовали. Одну морковочку. Вот, немножечко лимончика кто любит. Геннадий Петрович, это два рецепта. Первый очень... Только яблоко и мед. А вот это все великолепие. Чернослив, морковь, миндаль и сгущёнка. Это уже второй рецепт. Хорошо, да. Так она и идет у нас. Хорошо. Опа. 11 октября, день Харитона, назван в честь преподобного отца Харитона-исповедника. С ним приключились удивительные чудеса. Его жестоко пытали, принуждая дать жертву языческим богам. Был освобожден и вновь схвачен разбойниками. От смерти Харитона спасла змея. Она отравила вино ядом. Разбойники выпили его и умерли. Харитон остался жить в пещере. Построил там церковь, где сложилась община. После чего образовалась Фаранская лавра. Первая в тех землях. Сегодня крестьяне старались не покидать дом без необходимости. Так как именно сейчас можно было подвергнуться сглазу и порче. Сегодня занимались домашней работой. Запрещалось выметать ссор из избы, чтобы не было беды. День был опасным для тех, кто вступал в брак. Чтобы отвести беду, приносили колдунье кувшин меда с пирогом. Делали это молодые в тайне от всех. Верили, что это ее задобрит и она не расстроит их свадьбу. Сегодня не ели ягоды. Ни сырые, ни обработанные. Мол дьявол за три дня до праздника оплевал эти ягоды. И если их съест человек, то будет болеть. Сегодня отмечали день осеннего Николы. Вечером молодежь приходила на летние кухни, чтобы сварить мед. Это могло продолжаться до самого утра. Утром их угощали, нарезали каравай, заваривали чай, давали свежий мед. По этой причине день еще называли Микола-Медовар. Приметы. Если ветер сегодня дует с северной стороны, зима будет суровой, западной снежной, а с южной мягкой. Если в этот день ударит первый крепкий мороз, к снежной зиме. Если на Харитона выпал иней, к длительной сухой и солнечной погоде. Дмитрий Петрович, у вас красиво. И кстати, а почему он использовал вот такие вот компоненты, как морковка. Здесь имеется и грубая клетчатка. В черносливе содержится такая нежная клетчатка. Все это необходимо для того, чтобы было в хорошем пищеварении. И плюс это все еще сочетается у нас с орешками. Так, а тут и второе. Да, да. И теперь смотрите, что мы сюда добавим. Если в этот мы будем добавлять мед, в этот сгущенное молочко добавляем. А как вот сгущеночка работает с черносливом? Много ее добавлять не надо, так как это вареный продукт. Я думаю, что никаких расстройств не будет возникать. А все будет нормальненько. То есть здесь мы еще как бы добавляем вкус для того, чтобы еще блюдо это оказалось не только полезным, но и вкусным. Как я и рассказываю на целебной кулинарии, чтобы наши блюда были не просто целебными, но и вкусными. И оказывается, рецептура должно уже было до нас разработано. Я вот сюда добавлю лимон, чтобы яблочко не окислялось. Хорошо, хорошо. Добавляйте лимон. Как в рецептуре есть. А вам надо лимон? Или уже нет, наверное, с молоком, наверное, не надо, да? Не надо. А, ну нам же самое главное. Проросшую пшеницу надо положить. Она, между прочим, засыхает, так что тут надо пооперативнее. Кстати, попробуй без проросшей пшенички. Вот у тебя ложечка есть, а потом с проросшей пшеничкой. Ну-ка. Что мы получаем? Вот мы иногда получаем такие продукты, которые трудно найти, даже где пирожные делают. То есть такие сочетания есть. Ну это прям вот черносливный десерт, шикарный. Слишком много чернослива не надо. Проросшая пшеничка добавит витамины группы В, всё это у нас оживает. И получается, для детей это, знаете, вот лучше всего. Кишечник будет работать, перистальтика, снабжаться полностью по всем. Мне кажется, в наши дни у детей как раз всё нормально с перистальтикой, а вот взрослым... Ну и тем более взрослым, особенно пожилым людям. Да, и людям в городах с таким ритмом, я имею в виду. Ну что? Так, а вы сколько добавили? Ложку? Ложку, да, больше не надо. Геннадий Петрович, у вас вкуснее! Да ты что? Попробуйте. Ну может, помешайте вы, пожалуйста. Давайте. И давайте я ещё чуть-чуть. А то как-то что-то, то ли лимона много. Давайте. Попробуй. Вот это завтраки Беннера. 12 октября. День Кириака. Назван в честь преподобного отца Кириака. Он служил с юных лет во многих обителях, учился у великих отцов того времени. А в 70 лет Кириак решил удалиться в пустыню, чтобы ещё строже служить Богу единому. Здесь ему прислуживал огромный лев. Этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук. Лев никогда не трогал паломников, которые приходили к преподобному за советом или успокоением. Умер Кириак в возрасте 109 лет. Этот день ещё называют днём Марьямны, Пчельницы и Феофана Милостивого. Обычно сегодня стоят туманы, может моросить небольшой дождь. Даже говорили, Марьямна выткана из тумана. Несмотря на пасмурную погоду, воздух в этот день был очень тёплым. Отмечали сегодня и праздник охотников. Традиционно гуляли по порошам, чтобы добыть зайца. Сегодняшний день завершали застольями. Собирались в гостях, общались и веселились. Приметы. Если на небе сегодня много звёзд, осень будет сухой, а будущий урожай богатый. Если вечером или поздно ночью появляется туман, в ближайшее время заморозков не будет. Если свежий утренний ветер усиливается в дневное время, а к вечеру ослабевает, погода будет ясная. Если закат золотисто-жёлтый, это к хорошей ясной погоде на завтра. Так это можно использовать и в качестве ужина. И для тех, кто хочет сохранить свою фигуру стройной или наоборот сбросить лишние килограммчики. Захотелось, вот этого покушали. Сразу у вас произойдёт насыщение. И вы не будете переедать. Как мы сказали, пища, лишённая энергии и неправильное сочетание минеральных веществ в результате термической обработки, в результате рафинизации, способствует тому, что её съедается гораздо больше, чем надо. Тоже нормально? Попробуй. Стало. Вот теперь получилось то, что надо. Приложил мастер руку. А? Вкусненько. Замечательный вкус. Ребята, надо тщательно перемешивать. Я поняла свою ошибку. Тщательно перемешивать? Тщательно, фруктуровая кислота соединяется, получается очень-очень интересное и послевкусное такое. Инатель Ильич, когда мы с вами договорились, что вы покажете эти два завтрака бэннера, я, конечно, для себя задалась вопросом, а что вкуснее? А нет, атлета. То есть он есть. Ну, это трудно решить. Вот это по чётным, а это по нечётным. Или наоборот, они очень вкусные. Они оба, во-первых, они сладенькие, вот для сладкоежек. Причём сладость, это правильное. Здесь мёд... Нету приторности. Нету приторности. А здесь сладость идёт не от сгущёнки, тут её было две чайные ложки, а именно от самого чернослива, который ещё вымочился. Ну, то есть прям совсем вот. Инатель какой-то придает свой особый вкус, что трудно сказать, что это там такое, но получается очень-очень... Поразительно. Вкусно. Я думаю, для спортсменов это великолепная смесь будет. Мне даже, знаете, что захотелось? Потому что у нас всё-таки кухня в кухне, мне захотелось вот прям даже увидеть столовую. Вот если у нас ещё осталась буквально минутка, я хочу это красиво-красиво положить, чтобы вот любой человек, который, допустим, против здорового питания, конечно, мало найдётся людей, но вот бывают же люди с привычками старыми, скажут, чего я там с черносливом, какой-то тёртой там проросшей пшеницы, чтобы я... Мы сейчас так вот красиво как-нибудь положим, чтобы он не знал, что это такое. Дело в том, что это влияет на здоровье, на работоспособность нашей сердечно-сосудистой системы, на эндокринную систему, очень хорошо поднимает жизненные силы организма, давая тонус. То есть, где мы действительно возьмём тонус из шоколада или там из сахара, тонус можно только взять из продуктов, которые обладают повышенным содержанием в солнечной или живой энергии. Вот оно, проросшее зерно, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания? Я думаю, что противопоказаний здесь оно не такое уж сладкое, практически нету. А, то есть противопоказания могут быть связаны только с сладким вкусом? Со сладким вкусом, больным там, сахарным диабетом, но здесь всё настолько сбалансировано, что это можно съедать. Смотрите, сколько клетчатки. Очищается желудочно-кишечный тракт. Так, может быть сюда какую-нибудь дольку мандарина положить? Как хочешь. Как хочешь. Это же женщины, наверное, любят мандаринки и так далее. Но мне хочется, чтобы... Мне что, любят сосиски. Морковку. А, давайте, может быть, кунжутиком? Вот это вы говорите оставлять, да? Можно ещё, допустим, добавить кунжута. Ну, это уже слишком. Это уже будет другого блюда. Это очень-очень вкусно. И невероятно полезно. Делайте блюдо Бюрхера Беннера и будьте здоровы. Смотрите нашу целебную кулинарию. Спасибо, Геннадий Петрович, за вот эти рецепты. 13 октября, день Григория, назван в честь преподобного отца нашего Григория Игумена, обители на Пельшме реке Вологодского чудотворца. Познав суету мира, он отверг её и покинул родительский дом. Пришёл в Желтоводский монастырь к преподобному Игумену Макарию. Принял от него пострижение. В монастыре поучался подвигам иноческой жизни. Особенно он преуспел в постничестве. За строгую, добродетельную жизнь Григорий принял на себя сан священства. Сегодня наши предки готовили постельные принадлежности на зиму. Старую солому, которой были набиты подушки и матрасы, сжигали, а новые набивали. В преддверии праздника покрова наводили порядок в доме. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежий с соломой. Вообще сегодняшний день связан с соломой. Наши предки считали, что солома вбирает в себя силу земли. Простые люди рождались на соломе и на ней же умирали. В быту широко её использовали. Набивали постельные принадлежности, использовали для изготовления занавесий для окон. И, конечно же, кормили соломой скотину. Сегодня молились Григорию и просили, чтобы замена соломы в доме пошла во благо. Знатоки по старой соломе судили о состоянии здоровья человека, который на ней спал. Внешний вид и состояние соломы рассказывали о недугах, которые только начинались, не говоря уже о болезнях. А старухи в это время ещё сжигали свои лапти. Была распространена традиция обливать детей через решето водой. Для этого их ставили на порог дома и обливали. Считалось, что такая процедура поможет защититься от болезни, сглаза и порчи. В результате чего ребёнок будет жить в достатке. Порог дома, квартиры считаются границей между домом и другой, то есть потусторонней землёй. А решето символизирует достаток. Для излечения сглаза у детей следует на заре сходить к трем ключам и набрать воды. Дома слить воду вместе и этой водой умыть ребёнка трижды, при этом читая молитву или заговор. Идти за водой и обратно надо молча, не кланяясь, не отвечая на приветствие и не оглядываясь. Приметы. Если сегодня выпал снег, то в ближайшие дни наступит потепление. Если на липе и берёзы не осталось листьев, год будет лёгким. Если листья ещё видны, зима будет суровая. Снег лежит сухой, лето будет урожайным. У нас сегодня в гостях специалист по питанию китайскому питанию, по питанию непростому китайскому, а по пяти первоэлементам Наталья Ивина. Вот она как раз расскажет и покажет блюдо, с помощью которого можно укреплять желудок, селезёнку и поджелудочную железу, которые у многих страдают. Итак, обратимся, что это такое за это питание вообще? Как вы к нему пришли? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сама лично я пришла к этому питанию пять лет назад. Впервые обратившись к такому специалисту, у меня были ряд проблем со здоровьем. Одна из основных – сильная усталость, недостаток энергии, апатия. И через некоторое время, буквально через 3-4 недели, после того, как я изменила питание, а именно исключила ряд определённых продуктов из рациона, а ряд продуктов определённых я добавила, после этого я где-то через 3-4 недели почувствовала результат. И спустя год… А как результат? В чём он начал выражаться? Ну, я стала себя лучше чувствовать, увидела прилив энергии, появился румянец на щеках, захотелось действовать, быть более активной. Прошли боли в ногах, которые на тот момент у меня были такими сильными, и я не знала, как от них избавиться. В общем, довольно-таки быстро я почувствовала изменения. А вот что за питание раньше было? Вот боли в ногах, я думаю, в основном у меня возникает и человек белковой пищи, если чрезмерно многое переедает, там, допустим, творога, мясо, что типа как подагра, не подагра. Что там у вас было? Ну, в данном случае, в том случае у меня были отёки. Отёки? Отёки с китайской, с точки зрения китайской медицины связаны с проблемами с селезёнкой. Это очень слабая селезёнка, и моё питание как раз было таким, что оно и очень сильно ослабляло в тот момент. Это в основном был творог, кисломолочные продукты, бананы, очень много сладостей, печенья, конфеты каждый день. Я не могла жить без булочек, пирожных и так далее. То есть в основном у меня было такое питание, и огромное количество чёрного чая. Чёрного чая? Всё, и я не готовила, честно вам скажу, ничего, ни круп, ни супов. В основном это я работала в офисе, и всё, что я ела, и плюс ещё много кислой капусты. Скажем, вот в основном это была моя диета, потому что я считала, что она очень полезна для здоровья. Что тут много сырой пищи, я от неё не поправлюсь, но такая еда поспособствовала тому, что селезёнка ослабла. И в связи с этим вот эти все симптомы усталости, чувства, оно всё возникло. То есть вот смотрите, вот как раз мы подходим к интересным таким вот вещам. Вот сначала у Наташи всё было нормально, да, вот, и она решила, ага, надо изменить питание вот так вот, вот так вот где-то там прочитала, от кого-то там узнала, и начала действовать. И в основном по литературным источникам получается, что вот это так влияет, это там сбросится вес, это то, это всё, и пятое-десятое, да. Но когда мы вот, знаете, чрезмерно или постоянно что-то начинаем применять, то это начинает нашу энергетику, нашу физиологию потихонечку сдвигать. И вроде бы сначала ничего, вы так чувствовали, да, да, и всё хорошо. А потом вот этот сдвиг, знаете, как говорится, перегиб палочки случился, и Наташа не поняла, а откуда, вроде бы, я питаюсь правильно, ну, с учётом там журналов или ещё каких-то знаний. А получается какой-то обратный результат. Вот, и что вам диетолог этот сказал? Китайский. И мне рекомендовали убрать из рациона, в первую очередь, все эти продукты, то есть, то, что я перечислила. Давайте ещё раз перечислим. Все продукты из белой муки. Из белой муки. А именно пирожные, булочки, белый хлеб, печенье и так далее, лапшу. Затем все продукты, содержащие белый сахар. А чёрный чай? И чёрный чай, в том числе. Потому что он дубит наши сосуды. А чёрный чай, как потом я уже узнала, чёрный чай оказывает не столь положительное влияние на наш организм, так как он относится к элементу огня, а огонь, как известно, сушит, обладает такими свойствами. Он сушит, высушивает воздух и так далее. И чёрный чай из-за этого сушит нашу кровь. То есть, у нас есть такой термин – сушит кровь и выводит железо из организма. Поэтому чёрный чай нельзя. 14 октября – день покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В Константинопольском храме хранился пояс с Ризой Богоматери. Когда сарацин подошли к воротам города, местные жители стали молиться. Юродивый Андрей, поднявший глаза к небу и увидевший Богоматерь, озарённую небесным светом, в течение часа Богоматерь молилась вместе с людьми, проливая слёзы, а потом сняла покрывало и простёрла его над молящимися. И сарацинны отступили. Верили, что именно Богоматерь засевает поля, а покров напротив собирает урожаи. К сегодняшнему дню крестьяне старались полностью завершить сельскохозяйственные работы, а с покровов начинался сезон свадеб. Крестьяне сегодня утром отправлялись в церковь. После молитвы приступали к работам по хозяйству. Чаще всего занимались утеплением своих жилищ. Приближалась зима, а на Руси морозы были суровыми. Скотину кормили специальным пожинальным овсяным снопом, который стоял в избе со дня Ильи, аж со 2 августа. Верили, что животные теперь не будут испытывать зимой голода. Сегодняшний день считался днём исполнения обещаний и возвращения долгов между наёмными и работодателями. Приметы. Если журавли уже улетели, это крайние зимы. Если выпал снег, зима будет снежная и морозная. Какая погода на покров, такой будет вся зима. Если нет снега, и Рождество будет бесснежным. Если сыграть свадьбу на покров, брак будет счастливым. Если сегодня протопить печь дровами яблони, то зимой в доме будет тепло. Но в больших количествах. То есть я ещё допомню, что Наташа сказала. Смотрите, сушит кровь. Что такое сушит кровь? Он её загущает. А как только идёт загущение крови, значит, что у нас от ног кровь не идёт нормально. Застой. Поэтому могут возникать боли. И далее идёт вот эта вот как раз железнодефицитная вот эта вот анемия. То есть от этого и упадок сил, нехватка. Вот она. И что он порекомендовал? Мне рекомендовали есть много круп. Пшено, кукурузу, перловку, бурый рис. И что сейчас мы с вами будем готовить? А сегодня мы будем готовить с вами кукурузную кашу. Для чего? Для того, чтобы сбалансировать наши главные пищеварительные органы. А именно желудок и селезёнку. Селезёнку и поджелудочную. И поджелудочную, да. И поджелудочную железу. Это относится к первому элементу? Земли. Земля. Земля у нас расположена в центре. И что мы делаем? Вот я вижу, у нас начало кипеть. И начинаем мы приготовление с того, что в горячую кипящую воду мы положим порезанный на кусочки курагу, изюм и чернослив. Давайте. Я пока порежу. Что там дальше надо ещё делать? А затем мы добавим туда промытую кукурузную крупу. Хорошо. Я пока режу. А вы что там, промоете или как? Или она уже промыта у нас? Да, она уже промыта. Она уже промыта. Хорошо. Ну тогда давайте немножечко берите. И мы с вами вдвоём быстренько порежем. Хорошо. Наташа, а вот пропорции нашего этого супика каковы? Ну, примерно 2 стакана воды на стакан крупы. И количество, ну, примерно вот горстку, горстку изюма, кураги. Может быть, чуть больше. Но это, знаете, на вкус. То же самое с количеством воды. Хорошо. А ещё мы отдельно будем готовить к этому же блюду яблоки и груши. Нам нужно будет взять хорошие, спелые и сладкие яблоки и груши, очистить их от кожуры, порезать на дольки и приготовить в отдельной кастрюльке в небольшом количестве воды. Давайте я от кожуры очищу. Смотрите, я уже порезал вам всё, да? Дальше вы действуете и рассказываете, что к чему и зачем. А я буду очищать от кожуры. Хорошо. Давайте тогда я сейчас курагу уложу в кастрюльку. Интересное приспособление. Так. И изюм тоже. Ах, как грушей запахло. Самое интересное, что вот восточная и китайская диетология, она подходит совершенно с иных позиций. Она пытается уравновесить энергетику тех или иных органов или в организме, которые её недополучают, либо разбалансированы. И действуют вот в рамках, значит, пяти первоэлементов. Кстати, каждый первый элемент, он там несёт ещё свой вкус. Да, это так, действительно. Элемент земли, с которым мы сейчас сработаем, элемент земли, кукурузная каша относится к элементу земли, это сладкий вкус. Сладкий вкус, он обладает расслабляющим действием на наше тело. То есть, если мы хотим, если мы чувствуем сильное напряжение, волнение, то если мы поедим продуктов, которые относятся к этому элементу, то мы быстро почувствуем себя более спокойными и расслабленными. Но при этом всё должно быть, я думаю, натуральное, потому что всё, что искусственно, оно будет действовать как-то несколько по-иному. Да, конечно, вы абсолютно правы. Например, если к тому же элементу земли относится белый сахар. Соответственно, если мы поедим белого сахара, в момент, когда мы чувствуем волнение, то оно уменьшится, но на короткое время, а затем возникнет снова. Но если мы будем есть продукты полноценные, например, как вот фрукты, каши, например, пшено, кукуруза, такие овощи, как шампиньоны, цукини, кабачки, баклажаны, картофель, морковь, то такие продукты, они действительно напитают нас сладким вкусом, дадут нам необходимую энергию и успокоят нас. Кстати, вот такая каша, которую сегодня мы готовим, она полезна для людей, у которых наблюдается сильная тяга к сладкому, которые жить не могут без сладостей, без шоколадки, конфетки. Это очень-очень хорошо, потому что действительно многие только переедают, они не знают, чем их как бы заменить и сделать свое питание более полезным. Поэтому вот для тех сладкоежек, которые от неправильной сладости полнеют, и более того, приближаются к сахарному диабету второго типа, эта каша будет спасением. Очистил я. Спасибо. И почему у людей возникает эта тяга к сладкому? То есть, у этого есть специальные причины. Дело в том, что вот сладким вкусом, натуральным сладким вкусом, питаются наши главные органы, это селезенка и желудок. И когда нам, когда энергетику этих органов нужно подпитать, нам хочется сладкого. Но мы интерпретируем этот сигнал по-своему, в силу наших привычек, воспитания и так далее. Мы начинаем есть шоколад, печенье, конфеты и другие сладости, а на самом деле нам нужен просто натуральный сладкий вкус вот этих вот продуктов, сладких и правильно приготовленных. То есть иногда бывает так, что мы отучены от натурального сладкого вкуса и не знаем тех продуктов, какие они должны быть на самом деле. И вот как раз Наташа нас и поучит этому. О, уже там кипит хорошенько так. Ну что, у нас это готово, что сейчас будет? Да, сейчас мы с вами помешаем крупу, потому что она уже варится вместе с сухофруктами, с изюмом и с курагой. Можно слегка помешивать в процессе готовки. Чтобы не подгорело. Да, чтобы не подгорело. Но в целом она варится минут 10-15. 15 октября. День Киприана и Иустины. Киприан жил на территории Антиохии и обучился искусству колдовства. Ему помогал сам дьявол. Иустина была красавица-христианка. Некий юноша решил ее соблазнить и для этого обратился к Киприану. Киприан наслал на Иустину бесов соблазна, но они не помогли. Он посылал все более сильных, но и они ничего не сделали. Тогда Киприан разочаровался в колдовстве, а вверх его обратился к христианству и принял крещение. Устинию и Киприана в народе считают защитниками от темной силы, бесовской, колдунов, ведьм и прочего. И сегодня следует избавляться от всякой нечисти и наваждения. Вести себя надо осторожно, иначе могут напасть злые силы. Причем больше всего страдают от них пьяницы и богохольники. В народе верили, что демоны могут являться пьяным людям и подселившись, добрать их здоровье. Они же часто доводят человека до самоубийства, чтобы забрать их душу. Бесов винили в возникновении белой горячки. Бесы могут принимать различные обличия, как обычные с рогами и копытами, так и в образе различных животных. Способны принимать облик иноземцев, поляков, эфиопов, литовцев, монахов и воинов. Чтобы вселить бесов в человека, колдун специальным образом заговаривает в воду. Выпив заговоренную воду, человек портится, поражается бесовщиной. Говорят, что можно подселить беса через поцелуй, пищу, дыхание и даже прикосновение. Приметы. Знатоки природы поднимались утром на Куприяна и смотрели в окно. Если не выпал снег, то не будет его и до родительской субботы. Имелось в виду первое в ноябре. Если идет сегодня сильный дождь и ветер, зима будет холодный. Если сегодня начался листопад, скоро наступит холода. Кстати, в кукурузной крупе имеет золото, микроэлемент, который там же нам необходим. Потом она желтенькая. Это говорит о том, что каротинчик, если так брать уже европейскую диетологию. Вот с этих позиций. Ну и естественно, все будет работать нормальненько. Желудок, кишечник. А вот это как мы будем готовить? Вот эти фрукты мы с вами будем готовить в отдельной кастрюльке в небольшом количестве воды. Нам нужно будет сейчас взять кастрюльку, налить в нее воды, разогреть и добавить туда эти фрукты. Сколько? Буквально может быть 2 сантиметра. А зачем их сделать вареными? Считается, что сырое, более полезное. Вот и здесь как раз это связано с тем, что, например, у азиатов нет культуры потребления салатов. И сырая пища, в частности в китайской медицине, считается тяжелой для усвоения. Вызывает образование, если привычка. Особенно если, опять-таки, ослаблена селезенка. Если наш орган, который извлекает энергию из пищи, ослаблен, то мы не можем полноценно усваивать сырую пищу. И сырая пища может ее также охладить. Вот, вот хотел я как раз этот вопрос задать, а вы уже на него ответили. Дело в том, что сырая пища, особенно когда она принимается не по сезону года, допустим, зима холодна, и естественно, чтобы согреться, что-то хочется горяченько съесть. А мы будем съедать яблочко, которое вырастает, допустим, в августе и борется против жары, высушивающей жары, тем, что она охлаждает себя и напитана водой. То есть, и когда мы эти продукты будем использовать в ней не по сезону года, тем самым мы еще более привнесем в холодную зиму холод внутрь нашего организма, и у нас получится, что органы пищеварения, которые, по сути, являются огненными, теплыми, они потеряют свои пищеварительные способности и перестанут работать должным образом и вырабатывать энергию. Хорошо, смотрите, что там у нас получается. Каша у нас готовится, с ней все в порядке. Пускай, да? Да, пускай готовится. А мы пока поставим на огонь горячую воду для того, чтобы она разогрелась. Давайте. А вот интересный вопрос, Наташа. А как понять, в каком состоянии у них с селезенкой и вообще органы пищеварения, главные органы пищеварения, желудок, поджелудочная, с точки зрения восточной медицины, китайской, и так, чтобы как-то понятно это было? Конечно, каждого человека нужно смотреть индивидуально, но существует ряд общих симптомов, которые могут быть оценены каждым из нас. Во-первых, это чувство такой усталости, вялости. Мы чувствуем себя как блин. Не хочется двигаться, тело кажется тяжелым. Нам не хочется проявлять активность. Бледные губы, бледное лицо. Пища трудно переваривается. Чувствуется вздутие после еды, даже если мы едим не сырую пищу. И нет свежести по утрам, мы не высыпаемся, даже если спим 8 часов. Это одни из основных симптомов недостатка энергии в селезенке. И значит, если мы сейчас все это будем использовать, то у нас будем вставать как огурчики, все будет перевариваться намного лучше. Да, и вот блюдо, которое мы сейчас готовим, оно как раз балансировано. Кукурузная крупа дает энергию селезенке и желудку, она их балансирует, приводит в состояние гармонии. Сухофрукты, которые мы варим вместе с кукурузной кашей, дают нам тепло и энергию нашему телу. А вот приготовленные в небольшом количестве воды 3-4 минуты сладкие яблоки и груши, они дадут нам соки и кровь. И также сбалансируют нас и будут лучше перевариваться. Потому что они не сырые. Приготовленные фрукты и овощи пусть 3 минуты, но они лучше усваиваются. И смысл не в том даже, чтобы пища, ну просто сырая пища, она усваивается дольше организму. Организм тратит на это больше энергии. Ну тут всякая есть трактовка, потому что мы вот как раз Берхер Бенера разбирали, он говорит, там больше сырое. Ну ладно, я так понимаю, что просто-напросто щадящая термическая обработка, именно щадящая 3 минуты, она не столько там что-то там разрушит витамины, минеральные вещества, она просто привнесет энергию тепла, которая нужна для нашего пищеварения. Да, абсолютно правильно. Как, не пришло ли время у нас еще там? Вода сейчас скоро закипит уже, я думаю, через минутку одну. А кашу там стоит помешать? Да, кашу стоит помешать. 16 октября. День Дионисия. Память священномученика Дионисия Археопагита. Он был учеником святого Павла. В 95-м году папа Климент Дионисия отправил в Галлию, чтобы там проповедовать христианскую веру. В городе Париже он многих обратил от идолослужения к вере в Господа, однако был схвачен язычниками и обезглавлен тупою секирою. Денисию приписывают несколько сочинений под названием Археопагитики, которые оказали влияние на развитие христианского учения. Сегодняшний день в народе называли Денис Позимний. День считался опасным. Народ опасался порчи. В народе верили, что сегодня выходят осенние лихорадки, которые шатаются по белу свету и портят людей. Поэтому и говорили, пришел Денис, лихого взгляда берегись. Сегодня читали самые разнообразные заговоры от нечистой силы, осенней лихорадки, сглаза и порчи. Именно сегодня заговоры работали лучше всего. Считали, что темную силу способен отпугнуть запах чеснока и лука. Связки с этими овощами специально подвешивали над дверьми и окнами, чтобы заградить им вход. Подобным опасением есть и рациональное объяснение. Приход от лета к зиме требует приспособления организма к изменениям погоды, которые часто приводили к простудным заболеваниям и обострению хронических заболеваний. Фитонциды лука и чеснока в какой-то мере защищали человека. Также верили, что бороться с лихорадкой помогает осиновая кора. Ее всегда старались носить с собой. Кстати, из нее был получен аспирин, оказывающий обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. В доме старались держать и осиновое полено. Если сводило ноги, то клали их на это полено. Если болела голова, то на полено клали голову и отдыхали некоторое время. Оказывается, осиновое полено прекрасно полощает болезнетворную энергию, тем и дает реальное облегчение. Приметы. Денис, лихого глаза берегись. Низкие темные облака предвещают холод и снегопад. Галки собираются стаями и кричат к ясной погоде. Воробьи перелетают стайками с места на место. Будет не Настя. Если мыши выкопали норы на южную сторону, в холодной зиме. А вы сами были в Китае? К сожалению, пока нет. А вот как это, будем говорить, в нашей стране? Она нормальная, ложится вот эта вся теория, философия китайская и практика? Ну, практика уже поняла, она вам помогла, значит, она работает. Да. Вы знаете, эта система действительно работает и может работать у нас в России и практически в любой стране. Дело в том, что система очень гибкая. И, например, при диагностике наших клиентов, при диагностике человека мы учитываем очень много факторов. Климат, в котором мы живем, профессию, чем человек занимается. Работает он по 8 часов в офисе или он много путешествует, у него много командировок. Также мы смотрим, в семье человек живет или нет. То есть учитываем очень много разных факторов. И рекомендации, которые мы можем дать этому человеку, они как раз будут полезны именно для него. С учетом его индивидуальных особенностей. То есть и климата, где он живет, и обстановки, в которой он находится. Поэтому можно сказать, что эта система, она действительно работает и в России тоже. И есть ряд продуктов, которые, и ряд блюд, которые могут помочь, например, людям, живущим в суровом сибирском климате. И ряд продуктов, которые, и блюд, которые могут помочь людям, живущим, например, в Краснодаре, в более теплых климатических зонах. Спасибо. Там у нас уже закипело. Да, вода закипела. И мы сейчас в эту воду кладем порезанные кусочками груши и яблоки. А почему именно груши и яблоки? А можно там что-то другое? Или это вот обязательно груши и яблоки? Можно и другие фрукты. Можно виноград. Красный или белый, любой виноград. Можно положить вообще любые фрукты, которые вы любите на самом деле. В данном случае у нас груши и яблоки, потому что, опять-таки, это элемент земли. Фрукты со сладким вкусом. И у нас получается такое блюдо, полностью состоящее из элементов земли. Из теплых элементов, нейтральных и освежающих. Теплые-то у нас сухофрукты, нейтральные кукурузные крупа и освежающие яблоки и груши. То есть мы полностью даем все, что необходимо для нашей селезенки и желудка. То есть мы укрепляем середину, наш центр. Скажите, пожалуйста, Наташа, а вот это блюдо, оно как? Его можно в теплом виде принимать или там в холодном? Или оно там постоит? И вот как его лучше принимать, чтобы оно дало максимальную пользу? Утром на завтрак в теплом виде. Или на ужин, например. Но в теплом виде. В теплом. Потому что холодная кукурузная крупа, может быть, не так вкусна, можно разогреть. Но не в микроволновке, пожалуйста. А почему не в микроволновке? Потому что если мы едим еду из микроволновки и замороженную пищу, то энергии жизненной силы, ци, которая в ней содержится, мы не получаем. К сожалению, такие способы приготовления еды, они полностью разрушают ци. И мы едим просто набор микроэлементов, но жизненной энергии там нет. То есть ци – это жизненная энергия, которая дает, ну, будем говорить, энергию или жизнь всем нашим органам, всем нашим клеточкам, чтобы они нормально работали. Мало будет ци, значит, мы вялые, клеточки вялые. Много шлаха. А что у нас с кашей? Наша каша уже готова. И яблоки готовы тоже. Три минуты прошло, поэтому мы можем их смело снимать с плиты. И теперь как мы будем их соединять? Мы сначала кладем на тарелку кашу. Тепленькую кашу. И я думаю, что понравится она детям особенно, потому что она такая цветная, красивая. И рядышком мы кладем приготовленные кусочки груши и яблок. И можно сверху посыпать корицей немножко. Корицей? Ну, это... А почему именно корицей? Ну, корица – это элемент металла, и оно придаст этому блюду много энергии. Да. А где у нас корица была? А вот корица. Давайте сейчас как раз сделаем. А это же специя. Да. Специя, она, как правило, огонь содержит. Ну, вот с точки зрения китайской медицины – это элемент металла. Он движет энергию, поэтому чудесно важно. Поэтому немножечко и для красоты, и для большего баланса можно добавить чуть-чуть корица. Китайская диетология, она подходит совершенно с иных позиций. Не с позиций того, что микроэлементы есть, колораж есть, или еще там витамины есть. А с позиции того, как она будет двигаться, как она будет отдавать энергию пищу, да, как она или еще будут вырабатываться субстанции, там, кровь, там, допустим, там, другие жидкости. Вот. То есть совершенно иной подход, и тем не менее, знаете, он работает. Вот существует физика, существует механика, существует химия. Все это, как бы, отдельные науки, которые объясняют наш мир. И так точно различные кулинарии, которые имеются в мире, по-различному действуют, неся здоровье нам. Поэтому мы будем использовать. Итак, используйте это блюдо, а мы его опробуем. Ставьте, пожалуйста, мне вилочку. Начну с кашки. С сухофруктами очень-очень даже хорошо. Да, каша получается сладкой. И такое любят дети. И яблочком. Кстати, вареные печеные яблочки, они еще там, стюктины как-то там у них вырабатываются. Образуется, да, печеных? Да. Я с удовольствием. Чего и вам желаю. Всего доброго и здоровья вам. 17 октября. День Иерафея. Почитают святого священномученика Иерафея, архиепископа Афинского. Он был учеником апостола Павла. Им же был посвящен и в сан епископа. Согласно преданию, Иерафей и Дионисий присутствовали при погребении Богоматери. При этом святой Иерафей воспевал божественное песнопение, когда провожал ко гробу причистое тело Божьей Матери. Благочестно пожив и угодив Богу своим житием, благим управлением паствою, святой Иерафей скончался мученически. Этот день также считался опасным. Отмечался разгул нечистой силы. Поговаривали, что сегодня лешие ломают деревья, гоняют зверей, прежде чем уйти зимовать до следующего года. Чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и богохульников. Поэтому сегодня не выходили из дома без надобности и не баловались спиртным. Народ сегодня готовил особую настойку, которую называли Ерофейч. Наставили на самогоне различные душистые травы. Традиционный рецепт такой – тимьян, зверобой, донник, полынь, майоран, тысячелистник, душистая, анис и мята. Травы заливались самогоном и наставили около двух недель в теплом, темном месте. Такая настойка не только улучшает аппетит, но и помогает в лечении разных недугов. Приметы. Нельзя ходить в лес на Ерофея. Пострадаешь от нечистой силы. Не стоит в этот день играть в свадьбу. Брак может быть несчастливым. Танюша, добро здоровься. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Как ты поживаешь? Поживаю хорошо, спасибо. Была в Непале, была практически в Марокко. Расскажу все по очереди. Собственно, с последнего и хочу начать, потому что есть потрясающий суп. Суп? Да, холодный. То есть сейчас, когда жаркое время года, очень хорошо используют такие продукты и такие блюда, которые нас охлаждают. И ты как раз привезла один из арабских таких супов, которые способствуют охлаждению организма. По большому счету, это, конечно же, окрошка, но весьма изысканная. Потому что в основе это, во-первых, на кефире, во-вторых, все такое зелененькое. То есть обязательно мята, обязательно, обязательно огурец, обязательно базилик, обязательно чеснок. Ну и они, конечно, добавляют петрушку. Ну у нас, как обычно, здесь изобилие, много чего есть. Поэтому, уверена, мы все это сделаем, и будет вкусно. Единственный, конечно, вопрос, я в вашей книге «Дравник» прочла про огурец, я даже вам сейчас процитирую. Природа его холодна. То есть из чего и делаем вывод, что вот этот огурцовый... Причем холодна во второй степени. Вот это что такое? Оказывается, каждый продукт, он влияет на нас. И влияние это идет по такому, как бы сказать, принципу. Он может охлаждать нас, он может разогревать нас. И для того, чтобы вот эту градацию учитывать, решили, что в первой степени, это продукт, когда человек съел, ну допустим, что-нибудь тепленькое, оно не разогрело его. А как бы он теплый, так нормально. Второе, если он съел что-нибудь или холодное, или уже теплое, то оно его уже разогрело. Он почувствовал внутренний какой-то разогрел или охлаждение. Это уже говорят вторая степь. Третья степень, а когда он съел, и чувствует, да, либо он замерз, как хорошо, либо его разогрело, что даже поры тела открылись и выступило из пары. То есть, допустим, чеснока, налупился сразу, или льда уже взял, льд уже холодный. И, наконец-таки, в четвертой степени это может быть до того, что могут уже возникать от жара язвы, либо от холода язвы настолько сильное воздействие. Вот, ну, естественно, если она будет кратковременной, она еще допускается, а длительная нет. И поэтому они, древние врачи, решили все разбить по степеням. Значит, первая степень нейтральная, вторая уже действует, третья, значит, тогда хорошо действует, четвертая уже лучше. Ну, то есть, в жару огуречный холодный арабский суп будет как раз охлаждать, получается, любого человека. Давайте мы начнем резать, а я задам вам еще вопросы, связанные именно с огурцами из вашей книги «Травник». Но перед тем, как резать, опять же, в книге прочла, что все-таки лучше отрезать то, что в народе называется попкой, потому что там могут быть нитраты. Нитраты сконцентрированы у носика в меньшей степени, чем у основания. Вот, и в кожуре нитраты сохраняются, поэтому я бы, вот дома бы делала, я бы почистила огурцы. Ну, может быть, не целиком, чтобы оставить вот, ну, как сказать, вот этот цвет, во-первых, да, иногда зелененький приятно будет попадать. Согласен, дело в том, что, что такое вообще нитраты? Нитраты – минеральные вещества, и где они могут скапливаться? В мякоти огурца у нас в основном имеется вода, потому что он на где-то 95%, 98% состоит из воды. А вот все минеральные вещества, они скапливаются в кожуре и там, где имеются утолщения, вот в этих различных попках, особенно где стебель питают. Поэтому там, естественно, они и находятся. И для того, чтобы от них избавиться, лучше всего вот так вот, как я делаю. Чистим. Вы про воду сказали, сюжет из жизни. Со съемочной группы мы были на работе, снимали эту программу и сидели, в общем-то, ну, на улице, потому что снимали в доме. И что-то мне захотелось есть, был накрыт такой стол с кинокормом, вот эти всякие там колбасы, сушки, вижу огурец, мытый, мытый. Я его беру, бессоленочная есть, и, по-видимому, как-то всех вдохновляю, они говорят, ну, прям тебе нравится? Я говорю, да. Малахов говорит, структурированная вода. Очередь. А где еще структурированная вода? Про другие я вам сейчас промолчу, но в огурце точно структурированная вода. Я сейчас помою, приготовлю листья базилика. Можно, конечно, брать фиолетовые, но зелененькие, они будут понежнее. И потом сохранится такой стиль, бело-зеленый у этого супа. Базилик, вот я сейчас очищаю огурец, а запах базилика перебивает все. Дело в том, что вот почему используется в холодных различных вот этих вот окрошках у нас и на Востоке, вот в этом арабском супе базилик. Потому что его запах, его вот эманации, они охлаждают. Вот мята, почему мы используем мята? Да. Мята разогревают? Нет, она не разогревает, она разогревает. Поэтому здесь содержатся такие вещества, которые за счет своих вот этих вот запахов, за счет своих свойств, они охлаждают организм. И хорошо все это используют, конечно, когда в жаркое время года. Поэтому ее любят в сети. Поэтому, знаете, я хочу еще раз акцентировать тогда внимание на мяте. Потому что, ну как мы ее используем? Да, мы ее используем в десерте, да? Мы ее используем в чае. Но вот использовать в суп мяту мало кто догадывается, а очень вкусно. И без мяты это уже не будет арабский суп. Поэтому, конечно, мяту и базилик обязательно. Хорошо, используем мяту и базилик. Мята за счет своих свойств обладает очень сильным свойством охлаждать организм. Поэтому, естественно, в суп ее добавляют. И, я думаю, не просто там основа супа, что, куда все ингредиенты собираются? Кефир. Ну или что-то там, какой-то местный кисломолочный такой кислый. А почему именно кефир, как ты думаешь? Вот еще такая вещь. Я думаю, что он тоже, наверное, как-то нейтральный, наверное, нет? Нейтральный это раз, он кислый кефирчик. И что делает у нас кислый вкус? Кислый вкус способствует тому, что задерживает воду в организме. То есть нам надо съесть такой продукт, который бы вызывал не испарение жидкости из нашего тела, а ее... Задерживает. 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 Память святой мученицы Харитины. В детстве она осталась сиротой и была воспитана благочестивым и добрым человеком. Уверовав во Христа, она решила посвятить служению ему свою жизнь. Ее поддержали в религиозных убеждениях. Она жила в уединении, чтобы спокойно молиться. Для верующих Харитина стала примером образцового христианина. И многие благодаря ей уверовали во Христа. Потом Харитину оклеветали язычники и предали смерти. Считалось, что с этого дня можно начинать прясть, ткать. Поэтому и сам день в народе называли прялой. Женщины и девушки собирались по вечерам вместе, приносили прялки и пряли пряжу. Прядильное дело издавна ценилось на Руси. Поэтому им занимались все женщины. А мужчины в это время приступали к катанию валенок. Приметы. Если сегодня вороны и галки в воздухе вьются, а облака идут против ветра, это к снегу. Безветренная погода сегодня предвещает похолодание в ближайшие дни. Возвращаясь к огурцам, Геннадий Петрович, ну просто какой-то загадочный овощ. Казалось бы, что может быть проще огурца? А почитала книгу «Травник» и задумалась, выписала даже. Смотрите, огурец вызывает дымокружение и вылечивает кашель, который возник вследствие жара. Действительно, когда у нас лихорадка и, естественно, организм разогреть сильно, надо внести такое средство, которое бы охлаждали. Огурец способствует тому, что он охлаждает наше, как говорили, древнее естество. Раз он его охлаждает, то он тем самым не таллижует жар и приводит организм в дымок. Вот. А вызывает головокружение? Это как? Вызывает головокружение? Да. Вот насчет головокружения, я, значит, не знаю, за счет чего он может вызывать головокружение. А нагоняет сон? Вот, нагоняет сон. Когда человек, вот смотри, все любые вещества, которые обладают, ну, как бы сказать, вот таким вот природной, природной свежестью, они способствуют тому, что расслабляет человека. И, естественно, как только человек расслабляется, возникает сон. Что такое вот еще огурец? Почему он, особенно в жаркое время года, жара, там, допустим, вот, хочется как-то вот от нее, избавиться. И как только, ты сама знаешь, мы попадаем в прохладное помещение, особенно с жары, это вызывает, как бы сказать, своеобразное расслабление, бодрость, сила и как-то и сон идет, потому что в жаре мы не засыпаем. Да. Вот что очень важно. То есть огурец, как продукт, который используется в жаркое время года, вот только для этого и подходит. Хорошо. В этом супе есть еще петрушка. А петрушка, в вашей книге написано, обладает уже горячей основой. Вот это сочетание горячей и холодной. Я бы не сказал, что она обладает горячей основой. Она все-таки не горячей основой обладает, она способствует... Это тоже охлаждение. Это своеобразное, сильное такое душистое средство, которое способствует охлаждению организма. Поэтому в этом супе... Сюда можно уже? Да, да, да. В этом супе, или вот мы обычно делаем там различные окрошки, квас у нас, огурцы у нас, и все холодное. Для чего? Для того, чтобы наш организм охлаждить. Поэтому петрушечка тоже растет на рядочке и способствует тому, что борется с теплом путем, путем, значит, самооплощения. Хорошо, моем. Ага, ну что мне нравится, устраняет запах чеснока петрушка, да? У нас много еще пойдет. Хорошо, хорошо. Но есть еще удивительный факт о петрушке. Это действие называется выводит ветры. Тут есть что рассказать, да, Ветры. Ветры, без петрушки. Петрушка выводит ветры. Какие такие ветры? Значит, имеются различные, будем говорить, уплотнения. То есть там, где идет энергия, возникают запухольки, которые ведут к тому, что энергия уплотняется и возникает ее застой. И древние как раз и подразумевали, что именно вот это и есть ветры, есть сгущение энергетическое, которое надо нормализовать, чтобы оно нормально двигалось. И петрушка за счет своего вот этого фитонцида, за счет своего вот этого духа, она способствует тому, что расширяет поры кожи, она усиливает энергетику. И вот если имеются какие-то запухольки, какие-то затруднения с циркуляцией энергии, а это все пробивается и восстановится циркуляция. Но петрушка настолько сильно действует, особенно ее семена, что считается, что она является еще абортивным средством. Почему? Абортивным. То есть может вызвать доставить вода, поэтому беременные женщины в любом случае не должны есть много петрушки. А вот мужчина можно, потому что потенцию повышает петрушка. А вот здесь вот, конечно, интересно. Она повышает потенцию за счет того, что добавляет как бы движение. Вот движение, мужчина должен быть активным. Но, опять-таки, если слишком много мы употребляем чего-то такого холодного, то у нас это влияет на то, что страсть наша уменьшает. И вот ты говоришь, что здесь имеется что еще, помимо огурцов, петрушки и... Мяты, базилик, да, обязательно чеснок. Обязательно чеснок. Вот смотрите, чтобы все это чрезмерно сильно не действовало на наш организм и не вызывало все-таки охлаждение, подсушивание, да. И потеря страсти, потеря теплотворных способностей, которые способствуют пищеварению, надо все-таки немножечко добавить чесночка. О, вот это чесночный дух. И смотрите, дух бывает холодный, это у петрушки, базилика. И дух бывает горячий. Горячий это как раз у чеснока, у лука и другое зелье. И поэтому мы свои окрошки, когда я ее делаю, обязательно лучок добавляем, обязательно немножко чесночка добавляем. А вот вопрос про нашу окрошку. Вот смотрите, есть же на квасе, а есть на кефире. Вот я на кефире прям отказываюсь есть, только на квасе мне давай. 19 октября, день Фомы, посвящен святому апостолу Фоме. Он был одним из 12 апостолов. Ранее занимался рыболовным промыслом. Известно, что Фому часто называли близнецом, поскольку внешне он был очень схож на Христа. Когда Фома не поверил в воскресение Иисуса, сам Христос явился к нему и показал свои раны. Отсюда пошло выражение «Фома неверующий». Впоследствии Фома проповедовал христианство на территории Персии и Индии. Умер мученической смертью от рук язычников. Сегодня молились апостолу Фоме. Обязательно отправлялись утром в церковь и ставили ему свечку. Делали всевозможные запасы на зиму и верили, чем больше припасешь сегодня, тем легче будет пережить зиму. В народе существовало убеждение, что апостол Фома очень любит завистливых и бережливых людей. Расточительность, особенно в этот день, не приветствовалась. Сегодня подводили итоги года, удалось ли получить доход от своей хозяйственной деятельности. А в особо урожайные годы накрывали богатый стол и отмечали успешную трудовую деятельность. В русском фольклоре личность Фомы связывают с Еремой. Это два персонажа из народных сказок, которые выступают в роли комичной парочки. Они совершали различные глупые поступки. Далее возникли пословицы, поговорки, частушки и даже картинки на эту тему. Приметы. Если вороны собираются в стаи, жди ненасти. Какова вечерняя заря, такого будет и следующий день. А вот этот арабский на кефире очень идет даже на уран. Странно, удивительно даже. Не знаю, может быть сложно сочетать с кефиром вот эти картошки все. Действительно, если слишком много туда добавляют колбаски, если слишком много добавляют туда яичечко добавляют, и добавляют еще и картошечки, то получается, что этот суп, ну, бывает слишком много продуктов, которые в такой вот среде, которые охлаждают организм, не перевариваются. То есть нету такой особенности или способности к перевариванию. И получается, что все такое лежит, и у многих еще после окрошки такой возникает бурчание в животе. Это говорит о том, что что-то вы переложили туда все-таки. А вот этот суп в основном с солим. А для того, чтобы, смотри, лучше у нас не соль использовали, а использовали морскую капусту, тогда это будет более целебная вещь. Можно поделить пополам. Можно. И знаешь, что еще? Я бы еще сюда добавил проросшей пшеницы. Даже так. Чтобы сделать наше блюдо более целебным. А давайте, правда, сделаем классический арабский. Давайте, классический арабский попробуем. А я возьму проросшую пшеничку. Да. Значит, классический арабский мы тогда вот чуть-чуть сейчас отложим вот сюда нашей основы. Повторю. Зелененький весен. Пришел огуречек, съел этот кузнечик, съел огуречек. Огурчик и вот, значит, базилик, мята, петрушка, чесночок. Вот так вот я сюда положу. Ну вот, да? А сделаем целебный. Хорошо. Тогда у меня здесь будет соль классическая. Да, соль классическая. Уже такой супик будет удерживать воду в организме. Хотя и этот утешит кислый. А я еще добавлю проросшие пшенички, как вы видите. Ой, новенькая у нас. Да, я как раз к этому прорастил. Три столовые ложечки проросшей пшеницы. Проросшая пшеница, как я уже неоднократно говорю, она по своему составу из крахмалистого продукта превратилась в растительную. Она ничуть не будет влиять на сочетаемость продуктов. А наоборот будет его дополнять и за счет витамина группы В сделает наш арабский суп уже более целебный. А насчет соли? Насчет соли. Давайте попробуем сначала без соли. Вообще без соли, да? Если мы такой суп, как мы пробовали, такой холодный суп, я думаю, что он будет выводить лишнюю воду заранее. Хорошо. Или, по крайней мере, удерживать ее. Все, ладно. Мы будем красоту. А, вопрос у меня. Огурет способствует выведению желтой желчи. Что такое желтая желчь? Желтая желчь. Дело в том, что в печени у нас, печень, представляете, какой орган, консистенция такая у него мягенькая. Вот. И что происходит там, значит, образуется желчь, и она медленно, как бы сказать, стекает в желчный пузырь. И для того, чтобы она стала более текучей, надо подать, что структурировано будет. А где мы ее берем? По огурце. И печень, орган горячий. Из-за того, что он горячий, там может все подсыхать. Делается более вязко. И как только мы добавляем огурчика, получается то, что надо. И в защиту огурца, что я должен сказать, если вы вырастили огурчик своими руками, и знаете, что там нет никаких нитратов, обязательно используйте с кожурой. Потому что в кожуре содержится гораздо больше питательных веществ, особенно минеральных, которые будут влиять на наше здоровье положительно, укрепляя кожу, ногти, делая прекрасными голосами. Поэтому используйте. Да, дух, естественно, идет такой хороший. Уже запальный сок у нас выделяется. Еще вот есть момент, знаете, какой? Мне нравится, когда вы говорите, захотели поесть, приготовили себе еду. Это очень похоже на ресторан. А в ресторане, а в ресторане. А в домашних условиях часто хозяйки, ну, что берут? Берут бадью и делают на несколько дней, потому что уходят на работу. Что делает твоя мама для таких супов? Вот это отдельно, без всякой соли, нарезано, оно может простоять сутки. Ничего страшного. А вот этим кефиром заправляйте, ну, товарищи, да, когда вам надо. Вот это тоже, мне кажется, вполне уместный себе такой совет. Не будет сохраняться свежесть, и можно сделать чуть-чуть подольше. 20 октября, день Сергия, назван в честь преподобного отца Сергия Нуромского чудотворца, Вологодского и Абнорского. Он жил на территории Греции, но пришел в Россию, чтобы стать учеником Сергия Родонежского. Спустя некоторое время он отправился на север к реке Нурме, чтобы уединиться там для молитвы. Там Сергий переживает большое количество соблазнов. Постепенно вокруг него начинают собираться монахи, в результате чего образуется Нурмская обитель. Сегодняшний день называют днем Сергия Зимнего. Считают, что с него начинается зима. Сегодня утром крестьяне сначала отправлялись кормить скотину, и только после этого садились завтракать. Печь в этот день растапливал самый младший член семьи. И все потому, что верили, если так делать всю зиму, в доме будет тепло. Разносолы, чтобы они не испортились, опускали в омуты на длительное хранение. Зимой температура подо льдом примерно одинакова и не падает ниже плюс 4 градусов. Это достаточно удобно для хранения припасов. Весной лед таял, хозяева доставали припасы, и на их столе были вкусные соленья. И это весьма вовремя, так как еды к этому времени оставалось мало. Сегодня существовала традиция. Женщины надевали новый платок на голову, верили, что это защищает от головных болей в течение зимы. Также умывались кислым молоком для сохранения молодости и красоты лица. Приметы. Если на серьге земля снежком покроется, через месяц сбыть зиме. Если снег выпадает на мокрую землю, будет лежать долго. И наоборот, на сухую быстро стает. Если сегодня хорошая погода, такой она будет еще 3 недели. Если луна мутная и бледная, в ближайшее время начнется снегопад. Действительно, почему соль нежелательно посолить, а потом ждать? Потому что стулья сама по себе начнет вытягивать воду из огурца, из петрушки, из базилика. И все это будет преждевременно убедать. А нам надо, чтобы это все действительно сохранилось такое свеженькое. И только заливай и используй. Поэтому сколько мы с тобой тут его делали и у нас? Десять минут. Десять минут и получится стук. Ну что, пробуем? Вообще, конечно, я бы дала ему постоять, может быть, там вообще так по жизни. Несколько минут, чтобы как-то они там встретились. Все эти запахи, все эти вкусы. Чтобы они из всех продуктов, из этой сборной солянки, получается, создали свой уникальный продукт, такой молочный холодный суп. Согласен, согласен. И смотри, Танюша, что мы с тобой еще тогда сделаем? Мы тогда пойдем на эксперимент. Давайте. Мы сделали классический. Мы сделали уже более целебный. И мы тогда сделаем еще, чтобы все это соединилось, измельчилось в виде, в виде такого, ну, будем говорить, сока или пюре. И хотите это спить? Да, на блендере. То есть мы это берем, чтобы тут меньше что-то нам было резать, мы это все еще... Смотрите, у нас два эксперимента получилось. Сначала нужно... Да, классический это. Послушайте, Геннадий Петрович, я хочу тогда, подождите, вашего супчика чуть-чуть отложить. Нет, 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 я зубчик отставлю. Вы так и хотите. Я, смотрите, что делаю сюда. Одну час сюда, одну час отставлю. И мы все это попробуем. То есть меня заинтересовало то, что ты сказала, чтобы все компоненты максимально соединились, в виде, целая. А для этого мы будем использовать, естественно, блендер. А я тогда уберу и приготовлю красивый стол, чтобы у нас был. Хорошо. Итак, это мы берем. Это мы берем. Переволваем. Мотор от винта. Ну что, как говорится, настало время пробовать. И, кстати, здесь уже можно, можно, если детям добавить немножечко меда, взрослым, здесь можно соли добавить. Да, да, да. Причем соли я бы рекомендовал все-таки морской, а лучше капусты. Морской капусты. Соль будет та же, но микроэлементов будет гораздо больше. Итак, начнем с чего? Давайте начнем с классики. Давайте. Вот она ваша кожа. Ложка. Пожалуйста. Вот она моя ложка. Итак, господи, спасибо, доченька, когда вас позываешь. Ухаждаю. Ухаждаю. Я мяту, наверное, еще добавила бы. Да? Мяту еще добавила? А пшени пошло. Да. Кому как. Действительно, он постыдь, тогда все соединится. Так, ну. Так, теперь мы с пшеничкой. Несколько более пресно. И плотнее из-за пшенички. Да, из-за пшенички надо жевать. Нагрузочка на зубы. Очень полезно. Вкусненько. Все вкусненько. Так, ну, наконец-таки. О, ну, как пахнет. А вот сюда бы я добавила скорее мятку, чем соль. А почему бы нам и не добавить? Послушайте, начали с одного. Начали с одного огурца. Что значит огурец холодной природы. А закончили, смотрите, буквально за 20 минут абсолютно три равноценных блюда. Классический арабский суп. Целебный суп по-малаховски, хотя и арабский. Это с проросшей пшеницей. И вот уже третий, мы назовем его смузи. Да? Да. Конечно, лучше всего было бы в блендере. А, кстати, мы можем сейчас все в блендер перелить и смешать. В общем, нам есть чем заняться после того, как наша программа закончилась. Да? И вот то, что добавление меда придаст еще дополнительный желчевонный эффект, то есть те люди, которые страдают желчными заболеваниями, вот с помощью вот этого арабского супа, с добавлением проросшей пшеницы и лед, я думаю, получат очень хороший оздоровительный и патриотический эффект. Ну что? Вот. Если бы меня сейчас спросили о моем хит-параде, я вам скажу, арабский суп превращается в малаховский смузи. И это мне очень нравится. Спасибо большое, Геннадий Петрович. Ну что? Прощаемся уже получается, да? Прощаемся. Прощаемся. Доброго здоровья, используйте наш арабский суп. Да. И в своих мирных целях. И охлаждайтесь. Доброго здоровья. Давайте все туда сейчас вылим и все с медом взобьем. 21 октября, день Пелагеи и Трифона. Трифон с детства ощущал потребность служить Богу в качестве нока. В течение своей жизни он настолько усердно молился и работал, что однажды очень сильно заболел. Когда был присмертный, к нему явился святой Николай с ангелом и наделил его даром чудотворения. Пелагея Антиохийская ранее была танцовщицей и блудницей. За нее усердно молились, и она приняла христианство и стала монахиней. Сегодняшний день в народе еще называли днем Пелагеи ознобницы. И все потому, что дни становились более холодными. И чувствовалось скоро приближение зимы. Существовала такая поговорка «Трифон шубу начинает чинить, а Пелагеи рукавицы шить». Крестьяне с этого дня подготавливали одежду к зиме. Славяне верили, что лесом управляет особый дух по прозвищу «лес честный». Он очень редко показывается людям, является хозяином леса, лесных угодий и старается не беспокоить человечество без видимых причин. Ему можно пожаловаться на других духов, которые угрожали человеку. Приметы. Если луна в кругах виднеется, это к знойному лету. Облака плывут низко, к сильным морозам в ближайшее время. Если облака плывут с севера на юг, солнечной погоде. Если с юга на север, будет ненастье. Еще, Геннадий Петрович, когда я говорю о бутербродах, я с улыбкой вспоминаю свою школьную юность, когда по обмену студентов я оказалась в Америке и просто поразилась к тому, как выглядят американские бутерброды. Ну, сейчас, конечно, все это знают, но тогда для меня это было просто откровение. Что такое были мои бутерброды? Американские. Нет, советские. Хлеб, ну что там, масло, сыр, хлеб, колбаса. Американские бутерброды – это хлеб. И куча вот этой вот какой-то вот такой вот зелени, которая даже не знаю, как называется. И сверху, значит, какая-то индейка. И еще один вот кусочек хлеба. На самом деле… Чтобы это ничего не попадало. Да, на самом деле очень красиво. Но сейчас, уже будучи взрослым человеком, общаясь с вами, я, конечно, понимаю, молодцы американцы, что эту зелень в бутерброды кладут, но хочется придумать какой-то свой авторский рецепт даже бутерброда. Давай, придумывай. Из всего же можно сделать. Конечно, придумывай. Вот у меня какой есть вариант. О, а вы сейчас мне напоминаете пионерский лагерь. Я постоянно делаю классический бутерброд, а именно натираю корочку хлеба чесночком. Чесночком. Вы на пионерском лагере делали? Вот, что это делает? Это способствует тому, что вообще улучшает пищеварение, улучшает работу ума, иммунитет, то есть вот именно, много не надо, но, как сказать, для запального сока, это как раз подойдет. Давай делаем каждый свой. Давайте. И будем, так сказать, комментировать. При этом у нас абсолютно хорошо, вижу, одинаковые продукты. Конечно же, это и помидорчик, и огурчик, и вот есть перчик, и болгарский, и лучок белый, и куча зелени, и главное, есть еще сыр солоноватый и творожок. Вот я сейчас сделаю массу одну. Я возьму солоноватый творожок и намажу его. А, прям намазывайте сразу. Да, я его намажу. А я смешаю, вот смотрите, творог и этот солоноватый сыр, и я сделаю такую массу. А, ты в массу. Я в массу буду делать, да, и обязательно туда добавлю чесночок. Хорошо. Чесночка. И обязательно зелени. У меня стола, смотрите, видите, какая хлебушек с чесночком, который потерт. Теперь у нас сырочек лежит. Ну, раз это не надо, я такого вполне достаточно, чтобы получился рассыпный бутербург. И теперь я так тоненько настругиваю помидорчик. Смотрите. Ага, а я за киндочкой пошла. Вот, теперь еще сюда. Ну, причем вы в пьянерском лагере были к у меня? Да, я в пьянерском лагере был. В ажатом? Нет. Нет, и с ребеночком были? Да, маленьким я был, и как-то неудачно у меня получилось, что-то там я заболел. 22 октября, день Иакова. Иакова Алфеева причисляли к числу 12 апостолов. Ранее его имя было Матвей, и занимался он сбором податей. Встреча с Иисусом изменила его судьбу. Приняв с другими апостолами Духа Святого, он отправился к язычникам проповедовать Христа. Разжегшись огнем ревности божественной, он попалял терния безбожников, сокрушал идолов, храмы их разорял, врачевал различные недуги, отгонял от людей духов лукавых и многое множество людей привел к Христу. В народе этот день называют днем Якова Дровопильца. Загодавливать дрова старались именно сейчас, поскольку ранее надо было делать другие дела. Сейчас же, когда работы в поле прекращались и развлечения тоже, можно было позаботиться о том, чтобы нарубить дров и сложить их в амбаре. Дело это очень ответственное и от него зависело, будет ли в доме тепло зимой. Традиционно в этот день готовили овсяную, ячневую, пшеничную кашу. Кашу хозяйки подавали с салом или маслом, пекли пироги с кашей, угощая им соседей и родственников. Ходили в лес для сбора сыроежек, собранные грибы солили или жарили вместе с картофелем. Из леса старались вернуться до наступления темноты, поскольку дни становились короче, а ночью было уже холодно. Верили в лесных духов, потому проводили многочисленные обряды, задабривали Борового, это хозяин леса. Для него оставляли в лесу горшок каши, кусок хлеба и платок для жены Борового, которую называли Боровухой. Считали, что в еловых и сосновых лесах живут духи с буйным нравом, поэтому задабривали их. Приметы, приготовленные в этот день дрова, дают больше тепла. Много шелуки на луке, зима будет суровой. Если вишневые листья сегодня еще не опали, ожидай оттепели. Ранний и глубокий снег, даже если он сойдет к будущему урожаю. Заболел у меня кишечник, шутка. То есть у вас один опыт и до свидания, да? Да, я много неба. Я-то тебе оставляю. Хорошо. Это тоже для себя, по-моему. Это он весь мытый. Для всех нас берите сколько вам надо. Я возьму два листочка этого салатика. Дело в том, что хлеб по своей консистенции, он довольно такой вязкий, и когда мы его съедаем, нам обязательно хочется пить. Почему? Потому что кровь делается густая. Когда мы с вами используем огурчик, помидорчик, получается, что вот эта вот влага, которая здесь имеется, в том же помидорчике и огурчике, будет лучше, как бы сказать, разжижать нашу кровь. И нам не так заходится пить, потому что когда мы пьем после того, как скушали бутерброд, мы тем самым нарушаем пищеварение. Так вот. Для того, чтобы оно не нарушилось, лучше использовать его. Вот такие вот бутербродики. Ну и, конечно, я еще возьму утающую. Да, зелень. А я чеснок выдавила в массу. Хорошо. Посмотрим, что из этого получится. Это у тебя уже целый технологический процесс получается. Что-то смешивать. А вот нашу кровь руку. И вы можете даже сами будет посмотреть и сравнить. Вот это мужской бутерброд, это женский. Видите сколько? Да? Танюша туда влаживает. Если она, при этом, еще будет думать о своем любимом или как она хочет свою семью подхамить, вкладывая информацию о любви, здоровье, счастье, процветании, то это уже целая магия. Поэтому мы здесь занимаемся не просто целебной кулинарией, а целебной магией. А целебной магией. Да, такая бытовая магия, которая будет этому способствовать. Так, что бы я еще сделал? Что бы вы еще сделали? Взял бы один листочек. Вот. И на этом мой бутерброд закончился. Готов, да? То есть я один вариантик сделал вот такой, в который вошли два листочка салата зеленых, укропчик. Укропчик хорошо будет у нас там все эти ветры выгонять, способствовать тому, что железу будет хорошо выделяться, и перистальтика. Естественно, хлеб будет нас питать, белочек у нас есть сырок. Это вот такой легкий для тех людей, которые хотят, чтобы он стал сразу же энергией. Я смешала творожок с солноватым мягким сыром, и в эту смесь щедро добавила молодого чесночка, кинзочки, базилика, петрушка. В общем, все, что было на столе и зелень, я все туда добавила. Но мне сейчас уже, кажется, все это мало. Почему? Потому что, конечно, я закрою это сейчас. Почему мало? А я вам сейчас скажу, мне захотелось уже огурца, помидора, причем именно салатом. К этому бутерброду вот что произошло. Вот что произошло, Беронид Анатольевич. Так вывалится, согласны? Ну да. Или у вас не вывалится? Нет, я думаю, что у меня ничего не вывалится. А еще мне очень захотелось белого лука и того очень. Белого лука, пожалуйста, белый лук, хороший продукт. Кстати, белый лук будет спасаться в том, пока Таня говорит, а я уже его возьму. Да, давайте. Будет спасаться в том, что он на даче будет придавать нам работоспособность. Да, вот что? А откуда взять эту работоспособность? А почему вам белый лук дает работоспособность? Потому что вот эти жгучие свойства стимулируют наши творческие способности, желание трудиться. Потому что как только у нас нет энергии, энергией нам хочется в основном большинство. А как только мы чесночка, что у него такого съедим, у нас тоже и лучше работает сердечко, и лучше работает ум, и естественно пищеварение. Это я, наверное, поддам сюда. Быстрее. То есть немножечко, вы видите, я сюда добавил лука, но не надо в некотором случае. Скорпион. 23 октября-21 ноября. В этот период проведите заботу о половых органах и мочевыделительной системе. 23 октября. День Евлампия. Назван в честь святых мучеников Евлампия и Евлампии. Это брат и сестра происходили из знатного рода, но решили принять христианство. Во время гонений на христиан они не убежали, а открыто объявили, кто они такие. Сначала схватили брата и жестоко пытали. Сестра пошла на суд и объявила себя христианкой. Язычники пытались их сжечь в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда брату отрубили голову, а сестра умерла от горя. В народе этот день называют днем Евлампия зимоуказателя и Евлампии зимоуказательницы. У крестьян сегодня было принято расщеплять полинии на лучины. Это такие длинные тонкие палочки. Их применяли для розжига. Именно их использовали для освещения. Устанавливали под углом в 10-15 градусов специальное приспособление, которое называли светцами. При свете лучин крестьяне занимались какими-либо домашними делами по вечерам. Пламя, исходящее от лучины, воспринимали как все уничтожающий огонь. Если же научиться управлять огнем лучины, то можно получить нужное освещение и легче переживать темное, холодное время года. Приметы. Следили за лунным месяцем, который своими рогами сегодня указывает, с какой стороны в ближайшее время придут сильные ветры. И если рога указывают на север, то пойдет еще и снег. И если на юг, будет дождь. И ненастная погода продлится до 4 ноября. Значит, получается, что все эти жгучие лук, чеснок дают работоспособность, потому что придают тепло телу, да? Ну, некоторое тепло, но придают они, активируют организм, что очень важно понимать. И их немножечко должно быть. Быстренько все переваривается, и все хорошо будет. Знаешь, что я заметил? Если вы делаете бутербродок с помидорами, делайте его только с помидором. Если вы делаете с овоцами, то только с овоцами. Вот я хотела спросить, почему? А у вас с листовых овощей, то вы можете использовать в полной мере. Почему? Потому что все-таки огурец это нейтральный овощ, а вот в помидоре имеется некая киселинка, которая не совсем сочетается. А я вот и думаю, все эти восточные, среднеазиатские, наши там узбекские салаты, вот они делают помидор и лук, и все. Помидор и лук есть все, да. А вот сами надо. Да, и мама мне говорит, они не сочетаются. Я говорю, с чего ты взяла? Значит, не сочетаются из-за кислинки самого помидора, да? Да, из-за кислинки. И важно еще отметить, знаете, вот эта кислинка, когда она свеженькая, она еще хороша. Но как только помидор подвергся к тепловой обработке, вот эта вот кислинка, значит, она превращается уже в стульно-расплодимый продукт, который уже может и откладываться в виде, там, допустим, приставок с чавелевой кислоты, и там в нашем организме и не совсем благоприятен. А вот что касается свежего, это то, что надо. Маленький секрет с луком, салат, надо его пожмакать, говоря по-русски, да. Чтобы чуть-чуть дать ему выйти в воде и эфирным маслам, которые пахнут. Все, я поняла. У меня будет обязательно бутерброд с салатом. Салатом. А я еще беру листик. Давайте. Листик с салатика. И все это прикрываю. Вот. У меня получился, смотрите, вот такой вот. А как же его есть? Да, кстати, вот этот вот лист, конечно, с зубами. Вот такой вот бутербродик нет, который я с вами сделал, да. Он будет способствовать тому, что человек будет стройнить на моих бутербродах. Сколько это? Здесь сыра особо нету, да. Но, тем не менее, белков достаточно и в хлебушке будет. Плюс он еще чесночком так пахнет. Поэтому это такой для бутерброда, для тех, кто желает быть стройным. А вот для тех, кто желает быть сытым, сытым, да. Берем опять-таки бутербродик, натираем его чесночком. По краям много слишком не надо натирать. Вот. Обязательно используем либо вареное яйцо сверху. Но это уже будет довольно-таки тяжелый для пищеварения продукт. Но, тем не менее, для здорового человека это все вполне приемлемо. С яйцом, да? С яйцом, да, хорошо. С колбаской жирненькой или с колбаской докторской тоже можно его сделать. Но тогда зелени надо, знаете, как сделать? Гораздо больше. Зелень положить и сверху, и снизу такую подложечку. Давайте я покажу, какая подложечка. Давайте. Это мытое все? Да, все мытое. Все мытое. Мы с вами берем и делаем следующее. Вот такую вот подложечку сделаем. Теперь мы с вами опять-таки возьмем сыр. Есть, и сыр есть. Давайте. Все есть, и творог есть. Творог. Сыр? Да. Здесь уже побольше, потушен надо сделать. А давайте вот весь его и положим. Давайте, давайте. 24 октября, день Филиппа. Филипп один из 70 апостолов, который проповедовал в Самарии. Жители единодушно внимали его проповеди. Проповедь свою святой Филипп подтверждал весьма многими чудесами. Так он исцелял разные болезни, изгонял лукавых духов, кои, выходя из людей, вопили громким голосом. Была радость великая в том городе, потому что принимавшие проповедь Филиппа и уверовавшие в истинного Мессию исцелялись не только от телесных, но и от душевных недугов. В народе знали, что именно на день Филиппа начинается канитель. Канителью называли грязь и распутицу на дорогах. В народе канителью еще называли золотую или серебряную нить. Ее использовали для украшения одежды, вышивания узоров. Производство этой нити было достаточно длительно и сложно. Канитель сначала вытягивают в проволоке, а потом раскручивают и скручивают. Именно поэтому любое долгое и хлопотное дело трудную дорогу называли канителью. Несмотря на распутицу, крестьяне отвозили на мельницу зерно, чтобы намолоть из него муки или крупы. Приметы Если снег сегодня выпал на мокрую землю и не тает, ожидая ранней и теплой весны. Утром сегодня снег пошел, зима будет суровой. Если река к этому дню замерзла, нужно обязательно немного походить по льду. Считать, что это принесет материальное благополучие. Если сегодня продолжается листопад, погода будет переменчивой, а год тяжелым. Высохшие листья шуршат на деревьях к снегопаду. Куры рано на насест сели к морозу. И чем выше садятся, тем будет холоднее. Если с неба падает снежная крупа, жди скорый мороз. Эх, а где же люди, чтобы все это сейчас прям весело поесть? Ну, мы как раз их поедим. Это уже творог? Вот, смотрите, побольше тогда сырка. Можно, значит, просто сырка использовать колбаску типа докторской. Вот, теперь опять-таки сюда мы можем нанести петрушку, вели, укроп, сейчас вот эти все это нарезаем, чтобы у нас получилась такая масса. Так и болгарский перчик можно к вашему огурчику, правильно? Можно и болгарский перчик. Болгарский перчик подойдет к этому. И к этому подойдет? Да, давайте его сделаем. Так. О, вот это классное изобретение. Весь этот салат порезать. Салатик порезали сюда. И теперь болгарский перец. Хорошо, пойдет. Пойдет. Еще, еще больше. Болгарского перчика тоже. Вообще болгарского перца много не бывает. Очень ценный продукт, легко переваривается, а польза от него очень-очень очень-очень хорошим. Это что у нас лучок остался? Лучок также мы не выбрасываем, а мы можем его тонко-тонко порезать. Много не надо, но тем не менее. Базилик есть, хотите? Базилик. Хотите? Он придает некие такие пикантные свойства нашему бутербургу. Вот, пожалуйста. И все это на куличко. И сверху надо еще один лист прикрыть. Для чего? Для того, чтобы это все у нас не вывалилось. Вот у нас получились такие вот бутерброды. Ну что, будем пробовать? Да, перед тем, как попробуем, я хотела у вас еще вот о чем спросить. Прекрасный запах. Как-то почему-то навеяло гамаком. Вот вы мне запах дали услышать? сейчас гамак. Капаем, катаемся. Помидорный салат бывает же у нас и с маслом, и бывает и там с йогуртом или со сметаной. Что вы скажете о салате со сметаной? Ну, что, пойдет. Сметану только делать меньшей жирности, чтобы мы на одной сметане не поправились. Потому что, если сметана будет хорошей жирности много, то мы от наших бутербродов будем расти. Ну, тогда я йогурт 3% хорошо. Хорошо? Все. Заливаем ее. Заливаем. Пяточка у нас есть. Угу, спасибо. Ну, как будем пробовать, скажите мне, Геннадий Петрович. Смотрите, сколько наделали. Ну, хотя бы по одному вкусу с каждого бутыль будем делать. Ну, давайте. Я начну со своего. Давайте. Итак. Мммм, хрустит. хрустит. Угу. Ну, как вам огуречный бутерброд? Отличный. Отличный? Как раз для того, чтобы быть стройником. А что там у вас вот? А-а-а. Давайте, может быть, чуть-чуть. Вот так вот. Вообще, конечно, мы сделали бутерброды на основе размера того хлеба, который взяли бездрожжевой. А так, это может быть любой размер, и вообще, это действительно можно потом и резать, и все. Правильно? Да. Так, вот этот хрустик отрежем. Ну, берите. Беру. Пожалуйста. Лично мне очень понравилось. Мы берем. С огурчиком? Теперь коридором. Смотрите. О-о-о. С фундуром я очень люблю. С сыром? Да, понравится. Понравится, да? Угу. Вот, значит, у нас. Ну, и красиво все, видите? Сыр дает некоторые, как бы сказали, солонованку. Солонованка. Это очень приятно для помидорчика. Для вкуса вообще все. Слушайте, а лук у вас здесь есть? Я хотела с луком. Немножечко надо дону быть. Ммм. Ммм. Угу. Молочок можно подмаровать. Молочок оказался очень вкусный. Получается, давайте так, вывод. С помидорчиком оно будет понаряднее, да, чем с огурчиком? Да. Угу. И сырочек чуть-чуть, прослойчика нам нужна. Можно чуть-чуть прослойчика сделать. Угу. Ну, а что касается зелени, ну, кто любит базилий, кладите базилий. Кто любит укроп, кладите укроп. Очень вкусно. Ну, попробуйте уже мой. Обязательно попробую. Угу. Отпустаем. Слушайте, от бутерброда сытная вещь. А правильный бутерброд еще и полезная вещь. Сытная, полезная, да. И при этом мы главное медленно жевать. Да? Не спешите. Не спешите. Не спешите. Ой, сок потеп. Вопросик хорошо. Угу. Ну, сальшин бутерброд? Я, наверное, сальшин бутерброд идет в довесок с салатом. Получается, по сути, ваш бутерброд с помидором. Правильно? Угу. Ну, пока выводы у меня однозначные. Бездрожжевой хлеб раз. Огромное количество зелени салатной два. Сыр солоноватый три. Помидор четыре. Обязательно пять чеснок и шесть. Любая зелень А, которая есть, которую хотите. Семь, он же лук. Лук белый. Делайте наши антигроны. Доброго здоровья и приятного победителя. ха-ха-ха-ха. 25 октября. День Прова. Почитали память трех мучеников. Прова, Андроника и Тараха. Они пострадали за веру во Христа во время гонений. Их схватили и привели к императору на суд. Когда они не пожелали отречься от веры во Христа, то были подвержены многочисленным пыткам, которые перенесли стойко. Потеряв веру в то, что можно переубедить этих людей, правитель распорядился бросить их в ров с дикими животными, но их не тронули. Тогда трём мученикам отрубили головы. В народе сегодняшний день называли Андреем звездочетом. Народ верил, что звезды оказывают влияние на многие жизненные события и явления. Так, когда человек рождается, то на небе зажигается новая звезда. Если падает, говорили, что кто-то умер. Боялись комет, считая их предвестниками глобальных катастроф, эпидемий, войн, мора от голода. Сегодня нельзя было громко смеяться, чтобы не навлечь беду. Опасались случайно обидеть кого-то, поскольку это тоже предвещало многочисленное несчастье. Если сегодня стучали в дверь избы, то не спрашивали кто там, чтобы беду в дом не упустить. Готовили сегодня кашу. Крупа сравнивалась со звездами, которых было также много, а заправляли кашу маслом для взрослых и вареньем для детей. Приметы. Если тусклые звезды, это к теплу, яркие, к сильным морозам. Если звезды немного мерцают, в ближайшее время пойдет снег. Если сегодня видно много звезд, жди хорошего урожая. Синее сияние, исходящее от звезд, будет снегопад. Доброго здоровья, в эфире программа Целебная Кулинария. У нас в гостях ведущая телеведущая Таня Ларич. Мы с ней давно снимаемся, поэтому она мне очень хорошо помогает и здесь. Танюша, я знаю, ты там где-то была в жарких странах. В Непале. Что там ты такое увидела? Значит, страна высокогорная, поэтому сельское хозяйство выглядит террасным образом. Конечно, когда поднимаешься на полторы, на две тысячи, вот так вот вниз смотришь, а там прям ступень, ступень, ступень. И все мы идем, едем, ну кто как поднимался на горы, я сначала ехала, потом шла и смотрю, думаю, что же они выращивают? Что же они едят? Ну, чуть-чуть есть кукурузка и белокочанная капусточка. То есть они белокочанную капусту выращивают? выращивают. Слушай, а рис как там? Ну, рис, конечно, конечно, да, конечно, рис из мяса, курочка и козлятина. Хорошо, что я узнала об этом после того, как я ее съела. Очень вкусная. Ну, там соус, козлятина, да. Ну, много жгучего, конечно, вот оно, наверное, им чистит все эти жгучие, какие-то перцы, какие-то, все прям вот такое вот. Жгучее должно в жарких странах, потому что там полно-полно паразитов. Начинаем от больших и кончаем маленькими, чтобы ничего этого не было. Поэтому лишь жгучее добавляю, это нормально. Кстати, они к этому очень привыкли. Да, ну, и у нас очень много любят в стране людей, там, что-нибудь, табаско какой-нибудь, перчик, вот, поэтому я решила сегодня поделиться с вами рецептом непальского салата. Почему непальского? потому что однажды мы остановились в гостинице, там, высоко в горах, ну, все альпинисты мира что-то дойдут, поэтому маленькое поселение уже, считай, обязательно имеет свою гостиницу. Я говорю, ну, когда же нас покормят местной едой? Простой, деревенской, что это будет? Вот, единственный овощ, который был, это был капуста, была капуста, и для особо, значит, приближенных к императору людей, для дорогих гостей из России в этот салат добавили помидор. Я решила модифицировать, добавить кое-еще чего сама. Это было вкусно? Это было вкусно, но, знаете, когда ешь все время, как картошку они едят тоже, ну, вот, мне было мало этой еды, вот этой вот, овощной, мне было и очень мало. Вот, уж в гостинице, когда мы спустились, и там на утро давали овсянку, все, моя душа пела. Мне очень было мало вот этой зелени. Сейчас, конечно, возвратившись, я ем все. Даже вот смотрю на вашу свеклу красивую с ботвой и вспоминаю, но ведь едят. Осетины делают, пироги с начинкой, вот, из ботвы свеклы, очень вкусно, с сырком. Ну, давайте по порядку. Давайте. Значит, молодая капуста, вот тоже, скажите мне, пожалуйста, почему молодая капуста мягкая? Вот сейчас идет молодая капуста. Ну, еще белок не сформировался просто-напросто. Ну, такая она прекрасная, это капусточка. Вот я даже вот так вот чуть-чуть, вот еще побольше отрежу все, достаточно. Хорошо, а я также приготовлю салатик из капусты и попробую даже блюдо из ботвы свеклы сделать. Давайте попробуем. Так, чтобы оно было вкусное и полезное. Естественно, я всегда буду делать блюдо с таким уклоном целебным. То есть, я сюда еще буду добавлять некоторые вещества, вернее, некоторые продукты, которые бы повышали биологическую ценность нашего салатика. Итак, что мы делаем? А как вы ее режете? Покажите. А, мелко-мелко прям, да? Постарайтесь мелко порезать. Ручки у вас должны быть чистенькие, потому что ее еще надо будет потом подолить, чтобы она пустила сок. хорошо. Мало важно. Вот я обезьяню хотела делать соломкой, посмотрела на вас. Красиво, прям шинкуете. Да, привычка. Привычка? А у меня привычка уточнять у автора книги, что написано в книге. Вот в книге Травник у вас про капусту есть абзац. Я вот даже подготовила, сейчас вам процитирую. Ага. Значит, вот полезна капуста при болях в костях и не дает содержимому злокачественных опухолей проникать в органы тела. Как это помогает от боли в костях? Вот смотрите, от боли в костях. Сначала, чтобы было все ясно, я расскажу немножечко об онкологии. Что такое онкология? Онкология злокачественная, это опухоль. Онкология это вообще учение об опухолях. А рак это злокачественная опухоль, которая быстро растет, питается за счет организма человека. И знаете, что она, как бы сказать, норовит сделать с организмом? Она идет туда, где, будем говорить, делается кроветворение. Что такое кроветворение? Кроветворение это основа жизни организма. Вот, кроветворение у нас творится в костях. И раковая опухоль стремится добраться туда, где как раз делается жизнь организма. И уже напрямую потреблять ее. Представляешь, какой паразит? А капуста, как она ставит заслон? А капуста ставит заслон, смотрите, это вообще капуста, очень, конечно, интересное растение. Ну-ка, понюхай. Классно. Нет, вот классно. Она там уже пахнет, да? Пахнет. Здесь содержится много серы. А как вы знаете, сера является одним из веществ, которые входят в серосодержащие лекарства, которые подавляют там разного инфекции и так далее, так и тому подобное. Поэтому биологически активная сера, которая здесь находится, она будет очень и очень полезна для профилактики и онкология раз. Далее, здесь содержатся еще другие вещества, которые способствуют защите организма от онкологии. И к тому же, к тому же, часто онкология возникает из-за того, что у нас, знаете, вообще опухоль, что она делает в организме? Она старается сделать его, вообще любая болезнь старается уложить человека, чтобы сделать его менее активным. Потому что как только человек активен, двигается, кровь двигается, перистальтика все работает, с человеком трудно справиться. Как только уложила болезнь человека в постель, с ним уже справиться легче. Кровь движется медленнее, возникают застои, в местах застоя можно уже, знаешь, там, питаться, там, можно что-то там, там, заливать, и так далее. Перистальтика не работает, значит, там, гром-ром-ром-ром-ром-ром, газ у нас бурлят, значит, шлаг еще выделяется и дополнительно отравляет наш организм. 26 октября, день Карпа, назван в честь святых мучеников Карпа, а также Папилы и иных с ними. Оба довольствовались пищей только самым необходимым, отвергая все, что служит к разнообразию и излишеству. Необходимого употребляли столь мало, что отличались от ангелов только плотью. По своему великому воздержанию казались почти бесплотными. Когда они достигли через такую жизнь совершенства в добродетели, то им было вручено церковное управление, а потом был донос язычников. Сегодня было принято молиться иконе Иверской Богоматери для защиты от пожаров и других несчастей. Устраивали сегодня банный день, чтобы пережить суровую зиму без недугов. Парной подливая настой целебных трав и пропаривая свинников, избавлялись от болезней, укрепляли здоровье. Наши предки верили, что в бане живет особый дух, помогающий преодолеть разного рода хворь. Банный дух это существо, которое невидимо, но может напомнить о себе шумом. Например, он прогоняет посетителей бани, которые ему не угодны, стучит и даже бросается камнями. Народ дал ему название банника. Он тоже любит париться, делая это обычно тогда, когда парная хорошенько прогреется. В качестве уважения оставляли для банника воду, веник и мыло на ночь, чтобы он мог спокойно попариться. И, кстати, народ избегал ходить в баню ночью и после захода солнца. Не оставляли в бане и никаких икон. Когда мылись, предварительно снимали нательный крест. Старались сходить в баню тихо, а при входе просили разрешения у банника и извинялись, что потревожили его. Приметы. Если восход солнца происходит из-за туч, погода будет переменчивой. Сегодня рано утром петухи запели, это к теплу. Облака быстро бегут по небу с южной стороны к непогоде в ближайшее время. Если в этот день выпал иней к теплой, сухой и солнечной погоде. Шлаг еще выделяется и дополнительно отравляет наш организм. Болезнь это на руку, потому что иммунитет не работает, и она все шире и распространяется. Так вот, капуста, что она еще делает? Она обездораживает кишечник за счет того, что вот это село там содержится. Кстати, обилие газов, которые возникают после того, когда человек принимает капусту или пьет капустный сок, это говорит о том, что идет очищение. Как только очищение кончилось, газообразование прекращается. Это можно понять. Кишечник очистился, главный источник интоксикации убирается, и организм уже получает дополнительный стимул, как от корня, от которого он питается, от желудочно-кишечного тракта, на возрождение. И дальше уже идет кроветворение. А кроветворение еще способствует свекла. Какая же она красивая. Да, и вот обычно едят плод, корнеплод, а как бы выбрасывают, ну, считается, считается по некоторым данным, что ботва даже еще более полезна, чем корень. Чем корень, да. И я его тоже как-нибудь обработаю так, чтобы его можно было съесть. Давайте. при этом радоваться. А, не говоришь, я говорю, а-а-а. Хорошо, это со временем. Про капусту еще вопрос. Капуста вызывает потемнение в глазах, у вас написано. Раз, это как? Ну, это древние говорили, что она вызывает потемнение в глазах. В любом случае, если человек слишком много чего-то там употребляет, это все может быть, да. А если все это употребляется в умеренном количестве, все будет нормально. Кстати, если у вас сразу, ну, в смысле, много, не ешьте капусты. Почему? Потому что клетчатка рубая, и у нас еще не сформировалась ни микрофлора, ни организм еще не вышел на тот уровень, чтобы полноценно все усваивать. И поэтому, ну, Бог говорит, возникает газообразование от капусточки еще так. Если такое есть, можно ее просто-напросто слегка потушить, а потом все меньше и меньше. Ну, много не надо начинать, тогда организм будет справляться. Так, болгарский перчик, петрушечка очень способствует тому, чтобы наш организм работал как часы. Илья Петрович, очень вы вкусно все как-то делаете. Смотрю я на вашу чашечку, на мою эту бодейку. Ну, сейчас добавите сюда. Моговато, все равно. Соли дорог и будь нормальненько. Тоже хочу маленькую чашку. Пожалуйста, берите маленькую чашку. Да. Значит, у меня покрупнее нарезана эта капуста, но я тоже ее чуть-чуть отжала, без соли. Правильно? Не надо. Да, можно. Можно без соли, можно, конечно, с соли, но с соли надо просто-напросто быть осторожным. Особенно у кого имеется склонность к котекам, соли надо поменьше. А у меня получилось, смотрите, рубленное с деревень, я ее добавляю. Угу. Вот что я еще сюда? Я бы еще добавил сюда немножечко чесночку, лучку. Пускай лучка, действительно. Я сделаю салатик не сладкий. Обычно я люблю там сладенькие салаты, а это я сделаю не сладкий. Добавлю лучка, беленький лучок, он не такой и горький, и поэтому его можно... Если вас интересует чеснок, можем одну головку на двоих взять. не интересует... Нет, я был лучком. Вы лучком. Ладно. Лук содержит фитонциды, кстати, в глуке также содержится сера, и что самое удивительное отметить, это продукты, которые содержат серу, они обладают бактерицидными свойствами. Серу содержит и чеснок, и лук, и капуста. Вот что удивительно. Поэтому, употребляя в салате вот эти вот продукты, мы тем самым ведём прекрасную работу над собственным иммунитетом. Это главный вывод. А второй вывод тактический, то, что с капустой хорошо идёт как лук, так и чеснок. Да, она сочетается со всеми продуктами. И, кстати, она является одним из овощей, которые даёт силу. Потому что бытует мнение, что когда строились пирамиды, то людей в основном чем кормили? Капустой. Капустой. Капустой квашеный, капустой там свежий. Я знаю доктора Медкина, у которого основное блюдо для тех, кто желает сбросить вес. А этот доктор удивительный, он как раз работает над такими, скажем, людьми, у которых вес уже зашкаливает, и они ничего не могут сделать. Это за 200 кг в основном люди. 27 октября, день Пороскевы, назван честь святой Пороскевы, Просковье, сербской. Когда её родители умерли, она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь, чтобы принять монашеский постриг. Посетила святую землю и решила поселиться в Иорданской долине. В родные места вернула за два года до своей смерти. Мощи Пороскевы обладали чудодейственными свойствами, помогали излечиться от многих недугов. В народе этот день часто называли Поросковьей грязницей, трепальницей, грязнихой. И всё потому, что в это время погода портилась, идёт дождь. Как правило, сухая и тёплая погода в этот день большая редкость. Сегодня полагалось трепать и мять лён, а вот других работ выполнять не стоило. Пороскеву считали защитницей беременных женщин, изображали её с длинными распущенными волосами. И чтобы не лишиться её помощи во время родов, беременные не расчесывали волосы по пятнице. Сегодня старались не слишком сильно и долго смеяться, чтобы в будущем не столкнуться с бедами и не плакать горькими слезами. Также сегодня задабривали домового, вносили ему еду во двор, чтобы скот не болел и хорошо плодился. Верили, что домашних животных опекает домовой. Приметы. Если много грязи на Просковью, следующий снег приведет к настоящей зиме и будет лежать долго. Ветренная и сухая погода сегодня, лето будет засушливым и неурожайным. Громко каркают вороны к оттепели. Облачная и снежная погода сегодня в мае будет прохладной. Лес покрылся инеем, это к богатому урожаю овса. А дождь сегодня всегда идет к хорошему урожаю пшеницы. Вес уже зашкаливает, и они ничего не могут сделать. Это за 200 килограмм основные люди. Они уже не могут ни ходить, ни двигаться. И вот для них основное блюдо это капуста вареная, паленая, сырая и так далее. И я видел 200 килограмм люди становились 90 килограммов. А вот этот салатик, который я делаю, он как раз способствует тому, что активирует обмен веществ. Никакой, вы видите, здесь не содержится сладости. Калорий минимум, но зато стимулирует организм на то, чтобы он работал великолепно. Кстати, теперь я возьму один листик небольшой. свёклы и мельненько-мельненько надо нарезать. Чем меньше мы нарежем листик свёклы, тем более приятно будет его съесть. А свёкла вообще относится к каким овощам? Холодным, горячим? Свёкла относится к горячим овощам. И знаете почему? Почему? Потому что, будем так сказать, вот, корнеплод, он находится где? В земле. В земле. Значит, он приобретает тёплые свойства, чтобы противостоять холоду. А ботва где находится? На воздухе. Поэтому она приобретает охлаждающие свойства. И в зависимости от того, что вам надо сделать, либо согреться, либо согреться, вы будете применять то или иное. кстати, в свёкле содержится биологически активное железо, которое как раз способствует тому, что улучшает кровотворение, а значит, является хорошей профилактикой против онкологии. Вот у вас в книге написано, что листья свёклы помогают при ожогах огнём. Листья свёклы рассасывают опухоли и открывают их. Но свёкла вредна для человека слизистой натуры. Слизистая натуры. И здесь очень важно действительно сделать такие пояснения. Слизистая натура это когда у человека слишком много веса, слишком много ну допустим лишних там веществ, которые выделяются как раз в виде откашливания лёгких, так мокроты и так далее. Так вот вредно будет корнеплод. А для значит того, чтобы ожоги лечить это лучше всего конечно подойдёт ботва. Ботву просто-напросто можно пожевать и приложить к месту ожога. Она чем обладает? Охлаждающими свойствами. Ожог повреждения термической энергии. Итак, смотрите, немножечко свёклы добавил, я добавил сюда. Так, опять-таки помним своими руками, чтобы всё пропустило. Ещё сок добавляем сюда. Как мы видим, всё у нас зелёное. И смотрите, теперь я хочу сюда добавить масло. Значит, лучок есть, есть жучие свойства. Зелёное успокаивает, значит, стимулирует, как бы сказать, на успокоение, перистальтику активирует. И теперь для того, чтобы наше блюдо ещё целебное стало, масло я буду использовать да не простое, а из косточек винограда. Это масло, я вам скажу, хо-хо-хо-хо. То есть, что такое виноградные косточки? Виноградные косточки, они содержат в себе жизнь, которая передаётся, или из которой образуется виноградная лоза. Так же? Угу. Вот. Поэтому это масло, можно сказать, обладает омолаживающими свойствами. Ну-ка, понюхай первое. Чем пахнет? Тонкий аромат. 28 октября. День Евфимия. Почтует память преподобного отца Евфимия Солунского. Он рано женился, чтобы угодить матери. После рождения дочери решил посвятить себя Богу, принял постриг. Через некоторое время отправился в Афон, одержив вместе с отшельником Иосифом и соревновался с ним в умершлении плоти. Долго Евфимий искал место для уединения, пока не услышал голос. Иди в Солун. Он подчинился, пошел туда и основал небольшую монашескую общину. Этот день в народе называли смотрины льна и Евфим благочестивые. И сегодня занимались обработкой льна. Считалось, что в этот день активизируется нечистая сила. Например, Кикимора может сесть за прялку и испортить пряжу. Чтобы этого не происходило, следовало осенить себя перед работой к крестным знамением и помолиться Евфимию. Кикиморы, согласно народным поверьям, были душами умерших или похищенных нечистой силой детей. Они не выходят на улицу, так как были тонкоматериальными существами и боялись, что их унесет ветром. Кикимора выглядела как старушка или женщина маленького роста. И если Кикимору поймать и выстричь у нее на голове крест, то она вновь станет человеком. Но пребывание в обличии Кикиморы оставит свой след. Человек будет либо уродом, либо слабоумным. Кстати, невесты перед свадьбой пряли нит на отмашь от себя. Этот жест от себя гарантировал защиту от темных сил. Также считалось, что нит, спределенная сегодня, будет прекрасным средством от порчи и различных недугов. Приметы. Если вечером в чистом небе вокруг луны наблюдаются круги большого размера, скоро ударят морозы. Красноватые и расплывчатые круги предвещают метель. Если сегодня появились комары, зима будет теплая. Если в октябре появился запоздалый грибок, то будет поздний снежок. Тонкий аромат и мы немножечко распалили. Много не будем. То есть это уже делает наше выдающе выдающимся. Так. Теперь это мы хорошенько перемешаем. Первый так сказать замесик сделаем. И вы знаете, что я большой переверженец проросшей пшеницы. И мы сюда добавим столовую ложечку проросшей пшеницы. Это финальный, финальная нота в вашем аккорде, да? Так как у нас жгучие свойства, меда не добавляем. Если хотим добавить меда, то обязательно тогда ни чеснота, ни лука мы сюда не добавляем. А вот вопрос по цвету. Вам нужно добавить сюда морковочки, но я сделал такой успокаивающий салат, стимулирующий работу живучного кишечного тракта и своеобразный противо-онкологический продукт, профилактика. Так, я попробую, потом тебе дам. Да вкусно, собственно. Конечно, получился такой нейтральный. Нейтральный вкус. И кстати, самое интересное свойство этого салата. Чем дольше его жуешь, тем вкуснее он становится. Ну, как мне спеши, жуй-жуй. Значит, я жую. И у меня первая мысль, ребята, это салат готовое блюдо. Обычно у нас салаты идут как дополнение к чему-то. Это отдельное блюдо, вот что я хотела сказать. Это отдельное блюдо, всё. Знаете, его лучше всего съедать на ночь. Почему? Он заполняет объём желудочного кишиня, нашего желудка, не так будет хотеться есть. И за ночь он как раз будет очищать наш организм и стимулирует процессы помоложения, оздоровления. Действительно, вкус такой, как бы сказать, тонкий, он не выделяется. Мы привыкли, что в основном используют такие вкусы, как кислый, сладкий, солёный, острый. Но мы отвыкли от вкуса самой зелени. Вот что самое важное. Я вам скажу, только, наверное, непальские короли и вельможи могли бы себе позволить салат с таким богатым овощным вкусом. Потому что тот непальский салат, про который я вам рассказывала, примерно выглядит вот так. И это ещё щедрот наших. Помидоров там гораздо меньше. Вот капуста и всё. Абсолютно. Вот это вот сравните, да? Это очень простой салат, проще не придумаешь. Хотя тоже для русского человека весьма любопытно, что капуста соединили с помидором. Я думаю, это уместно, когда капуста молодая. Конечно, когда она уже набитым кочаном идёт, навряд ли с помидорчиком она будет хорошо смотреться. Кстати, очень вкусный, вот именно вкусный, как бы сказать, это так смачно вкусный. А если это тонко вкусный, это просто так вкусный. Тоже попробуем. ну то есть если к этому салату мы съедим какую-нибудь шпажку курицы на вертеле, да? Это будет очень даже и уместно. А это отдельное блюдо. Послушайте, как уж оно красиво. 29 октября день Лонгина назван честь святого мученика Лонгина Сотника. Он охранял место, где был распят Иисус Христос. Во время казни кровь Иисуса брызнула ему в лицо и излечила от катаракты. С этого момента Логин уверовал в истинного Бога. Спустя три дня увидел воскресение Иисуса. Лонгин решил проповедовать христианскую веру. Вместе с ним последовали два других воина, которые стали свидетелями воскрешения Иисуса. Но по приказу Понтия Пилата их казнили. Лонгина Сотника в народе считали защитником от болезней глаз и молились сегодня ему для избавления от них. Сегодня доставали зимнюю одежду из сундуков, чтобы прогреть ее на последнем солнце и проветрить на первом морозе. Верили, что такое сочетание солнца и мороза поможет защитить от зимних хворей. Ворота, калитка, входная дверь считалась в народе самым опасным местом. И все потому, что здесь стоит нечистая сила. А святой мученик Лонгин как раз стоит между добрым и злым миром защищать людей. По этой причине его образ размещали над воротами. Оберегом от нечистой силы мог быть какой-либо острый предмет, например, зубья, бараны, коса и так далее. Также втыкали в щели или сажали возле ворот колючие растения шиповник, боярышник, черновник, ежевику, можжевельник. Оказывается острое, режущие. Остерегаются жители тонкоматериальных миров. Приметы. Если прилетные птицы только сейчас собираются в теплые края, зима будет теплой. Если ветер сегодня переменчивый, зима будет с частыми оттепелями. Если сегодня мутная и бледная луна, это к морозу. Продолжительный туман сегодня к оттепели. По отлету грачей судили, когда пойдет снег. Если отлетели, жди снега. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. «Целебная кулинария» в гостях у нас телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте. Помнишь, мы с тобой делали соки сладкие, которые освежали нас? Да, после этих соков я пела целый день. Очень хочется и благодарна вам за то, что сегодня буду наслаждаться овощными соками. Хотя, конечно, для меня много вопросов. Но морковный сок я себе еще представляю, а вот огуречный, помидорный, капустный, перчик болгарский. Ну, для меня это в новинку. В новинку. И для того, чтобы нам пить и получать пользу от свежевыжатых овощных соков, которые не сладкие, важно использовать соль. Но соль должна быть у нас, знаете, не обычная, а лучше всего из морской капусты. Поэтому мы берем морскую капусту. Можно чуть-чуть? А, действительно, то есть порезанная морская капуста. Здесь имеются все минералы, которые вообще растворены в океане, представляете? И, естественно, натрий хлор. Поэтому такая соль многократно полезна. И мы солененькая. Солененькая. И мы будем делать соль из морской капусты? Класс. Для того, чтобы ее солить наши овощные соки, которые мы приготовили. Здорово. Поэтому сначала делаем соль. А что это? Соль полезная? Без как бы? То есть это соль полезнее обычной соли? Я только же рассказывал, что все, что растворено в океане, а в океане растворены все микроэлементы, которые имеются в земной корее. Пропорция идеальна для нашего организма, потому что практически плазма крови напоминает собой воду морскую морскую воду. И там имеется конечно и натрий хлор поминутовый, и йод, и прочее, прочее, прочее. Поэтому мы с вами соки наши будем солить вот такую солю и делать ее более целебной. перемалываем. Смотрим, что у нас получилось. О, видите, перемалуйте и я надал в пыль. Что это за пыль такая? А это просто она сухая и когда мелится она превращается в пыль. Итак, мы с вами опа. Слушайте, ну это какое священное действие. Да. С измельчили. Паром? Не с паром, это просто пыль. Уже запах моря чувствуется. Чувствуется. Итак, у нас соль есть. Это самое важное. Все мы из вас пили томатный сок. Томатный сок, да, но томатный сок мы с вами пили, к сожалению, он уже был термически обработан. А раз все, что термически обработано, там она уже потеряла практически большую часть своей ценности. Мы же с вами сейчас будем делать свежий. Итак, приготовимся. Давим. томатный сок. Сразу запахло томатами. Обычно мы томаты получаем на такой шнековой соковыжималке. Ну, грубо говоря, на этом. Шнековая соковыжималка, первый раз слышу. На мясорубке. А, да, да, да. Просто перемалываем, но он это. Немножечко попробуем. Как я люблю томаты. Ага, Таня любит томаты. Значит, мы тогда добавляем томатов больше. Спасибо. А где же наша соличка? Вот, ты попробовала. Да, я попробовала, я бы добавила соль. Теперь берем соли. Как думаете, сколько? Ну, это уже по вкусу. Давай, давай. Не многовато ли? Не стесняйся. Не стесняйся. Вам надо? Не, не, ты себе. Ладно. Все в себе. Держите, не стесняюсь. Сначала попробовать надо? Да. И смотрите, когда мы используем с вами, я примерно беру одну-три чайной ложечки, когда мы с вами используем вот такую соль, мы ничуть не портим наш сок томатный, а наоборот делаем его еще более целебным и более вкусным. То есть все те, кто страдает от недостатка минеральных веществ, подсаливайте вот такую вот солью. Побольше надо. А томаты вроде как профилактика онкологии. 30 октября день Осии. Память святого пророка Осии. Он происходил из колена Исаахова. В то время многие отступали от истинного Бога и забыв его благодеяния и чудеса поклонялись языческим идолам. Осия как человек богобоязненный служил единому истинному Богу сотворившему небо и землю и изведший евреев из египетского плена. Осия наставлял людей отпавших от истины и своими мудрыми речами снова обращал их к отеческому благочестию. Народ по-своему назвал этот день и поскольку сегодня полагал оставить телеги в сарае предварительно проверил насколько они исправны на Руси этот день называли колесником. Колеса снимали с осей и вешали на стенку в сарае аж до самой весны. Одновременно сегодня вытаскивали сани проверяли их исправность перед санным путем. Приметы сегодня судили о будущем урожае по скрипу колес телеги. Если колесо не скрипит то урожай будет хорошим. Если первоосенний снег плотный и мокрый к сырому дождевому лету. А если сухой и легкий как пушинка к лету жаркому и сухому. Кстати мне Ганечкина рассказала вот как раз историю о том что если вы хотите чтобы у вас не было онкологии то в сезон помидорный съедайте ну примерно килограмм я не знаю там сто наверное Вот это похоже на правду я за прошлый сезон сто съела да Круто И действительно тогда они вот начинают действовать таким вот образом У меня такое желание добавить еще и чесночка чуть-чуть может быть даже лучка я думаю я думаю чесночка лучше добавить давайте давайте и вы знаете вот некоторые ну как бы сказать не понимают и могут чеснока сразу перемолоть сюда добавить в соковыжималку в соковыжималку что получается на самом деле на самом деле получается что чесночный дух настолько въедается в соковыжималку что потом в течение на полугода если его да вы что не вытравишь яблочный сок морковный сок и прочие соки будут пахнуть у вас чесночком так что чеснок добавляем исключительно в сок да в стаканчик а вы знаете Геннадий Петрович вот если мы это переместим в ну такую суповую чашку и положим мелко нашинкованный огурец еще какой-нибудь вот допустим там красный перец у нас получится испанский суп гаспачо вот видите да кстати мы какой-нибудь из передач попробуем его и сделать только на свой манер естественно так добавили чесночка вот действительно не хватает такой остроты соли мы уже добавили в виде морской капусты теперь нам остается добавить остроты ну интересно интересно получается а мне многовато оказалось запаха йода то есть я наверное переборщила ну ничего это бывает такое то есть но сначала старайтесь немножечко добавить морской капусты почему потому что она сначала должна размокнуть а потом уже все эти микроэлементы выходят вот этот запах йода появляется вот добавили подождали чуть-чуть и после пьете ну как с чизночком с чизночком даже получше даже получше он становится действительно таким остреньким стимулирует пищеварение защитная сила организма хорошо 31 октября день Луки сегодня поминает святого апостола и евангелиста Луку он был римским гражданином врачом последовавшим за господом иисусом христом потом сопровождал павла в путешествиях написал при жизни одно из четырех евангелий а также деяния святых апостолов Лука является и первым иконописцем он писал иконы богоматери чентаховской владимирской кикской сумельской поэтому Луку считали на Руси покровителем всех живописцев в народе сегодняшний день Луки называли луковым днем сегодня старались обязательно съесть лука чтобы здоровье было крепким на весь следующий год было принято устраивать луковые базары сегодня утром отправлялись в церковь чтобы помолиться святому Луке о благополучии и здравии в семье а если человек болел молились об исцелении с этого дня начиналась осенняя путина можно было выловить рыбки для пропитания и продажи дело было опасным на воде всякое случалось поэтому снова молились Луке прося его об успехе в это время ловили платву язя стерлядь леща головля окуня сама щуку рыб наши предки долго считали воплощением душ умерших людей приметы сегодня самые поздние сроки листопада дуба и осины если на вишне сегодня еще остались листья выпавший снег быстро растает если рога месяца смотрят в северную сторону погода в ближайшие дни будет сухой если в южную то сырость дождливость продержится до начала ноября если сегодня в сеть ерш попался хорошего улова не будет в октябре быстро тает день не привяжешь заплетень теперь мы приготовим огуречный сок ну это вообще какой-то нонсенс скажут многие почему потому что даже наверное не слышали про огуречный сок потому что наверное какая-то нужна еще основа к огурцу нет практически никакой основы к огурцу не надо и знаете почему почему дело в том что если мы будем использовать один огуречный сок он у нас будет к тому же прекрасно очищать организм практически это структурированная вода и будет являться великолепным мочегонным средством то есть у кого имеются отеки все это будет хорошо уходить и плюс он еще будет обладать свойствами такими как освежать потому что он охлаждает итак мы с вами даем огуречный стоп внимания мотор как говорится от винта я очень заинтересовалась тем что огуречный сок помогает снимать отеки так его лучше пить на ночь это хорошее мочегонное вообще средство какой свеженький запах запах освежает успокаивает снимает разного рода воспаление более того смотрите мы все это с кожурой сделали здесь имеются микроэлементы которые будут укреплять наши ноготки наши волосы и кожу также способствует тому что как можно ранее в какой-то из передач разговаривали что он еще способствует тому что нормально работает печень и что-то там желтой желчью да 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 способствует выведению этой желтой желчи или способствует тому чтобы она образовывалась ну в общем желтая желчь как вы рассказывали это этап работы печени для того чтобы она разжижалась и лучше проходила по печени вот это самое желтая желчь потому что мы в основном используем сладкую жирную крахмалистую пищу от которой наша желчь становится более густая для того чтобы она была знаете что со мной произошло да что со мной произошло благодаря этому соку я узнала истинный вкус огурца потому что к огурцу у нас какое отношение ну как-то там огурчик ну как хлебушек ну никто даже не придает значения а то что у огурца есть тоже несколько этапов раскрытия его вкуса я поняла вот сейчас на этом соке и вот действительно с его помощью прекрасно уталяется жажда и знаете этот сок такой нейтральный то есть он как бы сказать не обладает какими-то там вкусами чтобы кислым там сладким или еще каким-то он по-своему охлаждает 100% это самое важное поэтому дачники и огородники наработались на даче хочется пить и сами знаете все что они выпили сразу же потом выходит вы возьмите выдавите лучше сока огурца и выпейте прекрасно утолить жажду почувствуйте прилив сил и охлаждает зелененький огурчик я бы ничего не добавляла ни соли ни соли из этих водорослей ни ничего ни чеснока ни огурчик вот он сам по себе уже прям да и вы смотрите действительно для того чтобы он действовал как мочегонное средство чтобы он действовал вот он говорит на нашу красоту кожи, волос лучше всего использовать вот сам по себе а вот в помидорный сок так и просится добавить соли он будет способствовать тому что будет очищать наш организм от разного рода слизи Таня уже выпила что ты можешь сказать вот он я начала откашливаться откашливаться то есть все что у нас имеется более такое сгущенное оно начинает рассасываться и выводиться то есть организму надо дать медью откуда ее взять ее дает нам как раз огуречный сок что у нас огуречный сок есть и я предлагаю теперь сделать огуречный сок добавить еще добавить он ароматный он сейчас даст ему этому огуречному соку такой уже стиль вкусовой он уже будет четким давайте у меня уже все ну кто бы знал что огуречный сок поможет вылечивать застарелые вот эти бронхииты трохииты удивительно прекрасно действует на почке если имеется почечнокаменная болезнь там еще что-то вода огуречный сок это практически структурированная вода она заряжена а все что знаете у нас не заряжено вот смотрите что получается вот в моче частицы все должны заряжены быть и они тогда вот так вот отталкиваются друг от друга когда заряда нет смотрите все слиплось и образуется камень как только мы начинаем выпивать свежевыжатые соки в частности сок огурчика вот эти все частицы опять приобретают заряд и начинают друг от друга отталкиваться камушки песочек начинают у нас рассасываться образно но понятно благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО доброго здоровьица и до новых встреч